Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов И сегодня у нас по одному из современных календарей 28 декабря 2016 года среда По одному из старинных 18 день месяца белого сияния Покой мира 7525 лета, вторник Мы встречаемся сегодня с Александром Владимировичем Токуновым Здравия, Александр! Доброго здравия, Алексей! И с Николаем Михайловичем Токуновым Здравия, Николай! Здравствуйте! Говорить мы будем про тему, очень такую своеобразную Должна ли литература воспитывать читателя? Мне кажется, это вопрос такой же извечный Как, например, извечный вопрос Понимания детей и родителей Передачи знаний от старшего поколения к младшему Когда одни понимают ошибки, которые могут возникать в жизни А те еще не понимают, им кажется, что они умнее Вот риторический вопрос Должна ли литература воспитывать читателя? Наверное, каждый ответит по-своему Кто-то скажет, смотри, какая литература Кто-то скажет, смотри, какой читатель А кто-то скажет, смотри, какой писатель еще надо взять Чтобы воспитывать Может, такого писателя надо гнать поганой метлой Подальше от читателей Потому что он просто хочет что-то свое высказать Непотребное И так далее В общем, вот эти вот моменты Они, на мой взгляд, присутствуют в нашем обществе И, наверное, мы как-то должны О них будем в эфире сегодняшнем поговорить Ну, в любом случае, я предоставляю микрофон Для вступительного слова А дальше уже будем разворачивать тему Нашим радиослушателям Напоминаю, что благодаря вам Только наши эфиры создаются Только благодаря вашим вопросам Которые в чате возникают Эфир строится Поэтому не сидите в стороне Включайте активную позицию И присоединяйтесь к нашему эфиру Пожалуйста Александр, Николай, вступайте Ну, а я хотел бы начать с шивой Есть некий плах литературы Который я бы назвал Не то, чтобы вредной литературой Но не полехой Как бы Ну, во-первых Это литература про попагандцев Разного рога Вроде бы Литература про попагандцев В современном мире Позиционируется По крайней мере Российской книгой Позиционируется Как Некая апокалиптическая литература Которая вызывает Могубогородным чурком людей Но Я бы сказал так, что Среди москлавков Попагаются какие-то сюжеты Типа как Спецназовцы Русские Акред спецназов ВГВ Попагают Во времена Великой Отечественной войны В окружении Армии Влахова И при помощи Современной техники Выводе Карби Влаховцев Их Икрухэгия В амакации Нам говорится Что не будет Похорной Гачи Киева Не будет Влаховцев Прегателей Их Пицнах Мы у всех Пасек Вот Или вот Еще один Сюхэг Тоже типичный Попаганец С оборыванием Ухого говоря Девять Куахов Средней школы Попагают В тело Николая Вкорова В 1905 году И Прегвощает Все Рухи Революции Спахает Россию Подвоху Габиросе Вперед Всего Царю И все Подобное Вот Это один Плах Литературы На Специализированных Форумах Литературных Например Форум Виктор Время Это На Пехательском Харгоне Именуется Поганец Царя Поганец Скалина И Кому Подобная Терминология Скажем Как Есть Конечно Среди Поганческой Литературы И Калантливые Произведения Например Генерал Адмирал Раба Валерий Шехлотникова В котором Шехлотников Несмотря На то Что он Нам Дает Альтернативную Историю Он Так Расскавляет Подталкивает Чекать Судоматься Над тем Что Было И Как бы На таких Предпосылках Строилась И происходима Наша История Времен Перелома Веков Скажем Читать Лежать В выдуманном Мире В выдуманном Мире Красной России Рассказывают Какие-нибудь Истории Про Пасенка Скалина Например Которые Тоже Преобразовывают Россию Либо В мире Белой России К царям Папаганцам И всем Проще Вот Где Автомат Калахникова Был Забок 1917 История 17 Мог Вот Следующий Пласт Литературы Которым Я Тоже Мог Сказать Что Эта Литература Не полезна Это Разного Рода Литр РПГ Вот То есть Есть Литр РПГ Гмекеля Русси Который Я Тоже Мог Бы Фактически Позитивно Где Автор Гмекеля Русси Берет Воскутное Деяло Из Верхне Фактических Миров И Калантливо Его Переплекают В свой Новый Мир И В этом Новом Мире Он Пыкается Поехать Нечто Позитивное О том Как себя Правильно Глуховести Мужчин Глуховести Хельшин Рассказать О Каких-то Моральных Принципах Словян О Каким Должно Бы Здоровое Общество Показать Беды Нашего Современного Российского Общества Но Это Одно Из Ключения В массах Вы Лиг РПГ Это Похождение Одного Отдельно Взятого Игрока Игруна Который В свои Преклонные Лига Все еще Живет В виртуальном Мире Выражается Как Скольник С Хлэнгом Это Литература Безнормального Русского Языка Вот В массах Водей То есть Я бы Так Сказал Насчет Попоганщик Ничего Сказать Не могу Но Развитие Лиг РПГ Сейчас Многих Поубывающих То есть Когда Авторы Приходили В Лиг РПГ Это Были Более Или Менее Пихающие Люди Которые Имели Некий Опыт И Пихательский Они Опыт Придели В Лиг РПГ Но Допустим Прибывая На таких Ходиках Лиг Хаммер Гаг Я вижу Что В Лиг РПГ Пихают Все Кому Нелли Это Какой же Мэйр Крим Какая же Волна Неукротимая Как и Женщики Любовные Романы Третья Вредная Для нас Стезя То есть После Выхода На мой Вгляд Мягкой Книги Пересек Оттеков Серого Тоже Повалил Интерес Хэрским Романам Как правило Побольше Рэхврада Хага Махахих Макаковака Либо Не знаю Ванильных Соплей Прооборти Иными Словами Я Креховать Не могу Вот То есть Литература Как некая Убивалка Времени Скажем Как Вот Человек Мертвый Чтобы Говорить Своё Настоящее Тем Самым Говоря Своё Будущее Он живёт В выдуманном Мире Вот И К сожалению Мы сейчас Видим Что Многим Как удобнее Хоть Скажем Как Опустился Как Хват Кигрёхы О Советском Союзе Версия 2.0 Скажем Как Или Российской Империи Версия 2.0 И В них Пребываешь И Тебя Уже Ничего Не волнуйся Происходит В нашем Реальном мире Вот Это Кстати Саш Это Действительно Очень Важный Тезис Ты Закончи Тогда Ну Пожалуй Я уже Закончу Теперь Передаю Слово Николая Ну Я Наверное Не буду Оперировать Вот В таких Категориях Полезный Неполезный Или Там Плохой Или Хороший Потому Что Здесь У каждого Человека У каждого Читателя Да И У каждого Писателя Потому Что В принципе Писатель Он И читатель Одновременно У него Свои Оценки И Свои Взгляды На Как На Литературу В целом Так И На Отдельные Произведения Вот Я бы Просто Проанализировал Модели Подачи Скажем Так Или Модели Которые Если Можно Так Это Назвать Условно Модели Воспитания Или Модели Или Нравственные Модели В литературе Я К сожалению Не Литературовед И Если Нас Слушают Филологи Литературовед Они Надеются Мне Мою Безграмотность В этом В научном Отношении Простят Вот Ну Я бы Выделил Скажем Так Три Наверное Модели Это Модель С хорошим Героем С положительным Героем Где Мы Видим Героя Явно Положительным Или же Идеализированным Что Зачастую Присутствует Как В Отечественной Так В Западной Художественной Фантастической Литературе Зачастую Герой Его характер Рисуется Достаточно Просто Вот Он Есть Совокупность Положительных Моральных Качеств Вот Это Некий Такой Святой Что Ли Да То есть Как Это Если Выражаться Терминами Этики Морали Выразитель Модели Суровые Добродетели Так Называем И Вот Значит Это Одна Модель Вторая Модель Это Модель С Отрицательным Героем Эта Модель Встречается Реже Значительно Реже Потому Что Как Правило Автор Все-таки Положительно Относится К Своему Герою И Он Ассоциирует Его С С С С С Поэтому Делать Его Отрицательным Для Автора И Я Вам Скажу По Даже Своему Своим Ощущениям Это Непросто Непросто Потому Что Ты Рискуешь Быть Обвиненным В тем Что Свои Комплексы Свои Больные Фантазии Свои Какие-то Дурные Наклонности Ты Приписываешь Герою И Просто Сублимируешь Это В Литературной Форме Вот И Наверное Третья Модель Это Компромиссная Модель Между Двумя Этими Подходами Вот Ну Скажу Так Что Модель С Абсолютно Положительным И абсолютно Отрицательным Героем Меня Как Писателя Наверное Громко Звучит Начинающего Писателя Наверное Так Можно Все-таки Сказать Она Мне Эти Модели Мне Не Привлекали Они Мне Не Нравились Потому Что Мне Хотелось Чтобы Мой Герой Был Живым И Мы Вот Уже Затрагивали Эту Тему В предыдущих Передачах По поводу Того Почему Я Говорил Мне Нравятся Фильмы Которые Описывали Реальную Ситуацию Милиции В конце 90-х 2000 Потому Что Там Были Положительные Персонажи Которые Давали Человеку Модель Поведения Именно Реального Поведения В реальной Жизни В реальной Ситуации Это Это не святые Люди Но Они Показывали Как можно По-человечески Жить и Работать Сохраняя Свою Совесть В очень Сложных Моральных Ситуациях И Вот Эта Модель Она Меня Привлекает Вот Дело В том Что Есть еще Один Вопрос Который Связан С Тем Чем Я Говорил Некоторые Читатели В частности Читатели Смута Они Говорили Что Вот Главный Герой У вас Он Ну С моральной Точки Зрения Он Никакой Он Постоянно Уходит От Морального Выбора Он Пытается Всячески Уйти От Личного Участия В Тех Событиях Которые Несут Ему Опасность Ну И Он И Главным Образом Главной Претензией Было То Что В книге Он Уходит От Морального Выбора И Мы Героя Не Видим То есть Мы Не Знаем Каков Он Потому Что Он Постоянно Уходит От Морального Выбора Здесь Моя Позиция Двоякая С одной С одной С одной С одной С одной С одной Я могу Принять Данную Критику Потому Что Книга Это Все Так Не Жизнь То есть Мы В книге Не Можем Показать Всю Совокупность Событий В жизни Человека Книга имеет ограниченный объём, и в книге автор обязан показать основные моменты, переломные вехи в жизни героя. С другой стороны, вот модели именно примеров такого поведения, когда человек уходит от выбора, от какого-то морального выбора, от какой-то моральной дилеммы, действует формально, это согласно тем обязанностям, которые ему предписаны законодательством и так далее, по чиновничеству, таких моделей и таких примеров пруд пруди. Поэтому говорить о том, что мы его не видим, мы его не можем увидеть героя, да всё мы можем увидеть, и таких героев мы видим каждый день, понимаете, не по одному. И если людям не нравится такое поведение главного героя, это хорошо, что оно им не нравится, потому что если бы они проходили мимо этого, это значит, что они принимают, да, как бы, да, вот так, так, как бы, ну, ведёт он себя, так и ведёт. С другой стороны, на самом деле, главный герой в смуте, он, на самом деле, не так уж и безучастен, на самом деле, к определённым важным вещам, если присмотреться внимательнее. Но для этого надо просто внимательно читать книгу, вот, а это делают, к сожалению, далеко не все. И скажу ещё, наверное, напоследок своего монолога, что для того, чтобы читатель смог понять героя, понять сложного героя во всей детали его характера и вжиться в эту ситуацию, всё-таки человек должен уметь внимательно читать. Потому что если он читает произведение наискосок или вознамерился просто убить на нём своё время, а автор данного произведения отнюдь не хотел, чтобы на его произведении убивали время. И он сделал своё произведение с большим количеством деталей, большим количеством нюансов, где показывается, даётся информация, пускай даже и совершенно незначительная, о наклонностях героя, о его чувствах, мыслях и так далее, и так далее. Кстати, у читателя возникает ощущение перегрузки, у такого читателя возникает ощущение перегрузки мозгов и больше ничего. Вот, и он бросает, и ему не нравится. Поэтому для того, чтобы понимать сложного героя, должен быть не только писатель талантливый. Я не говорю сейчас о себе, потому что, наверное, я не могу себя относить к каким-то талантам, обычный человек. Но для того, я говорю, что в общем мой тезис такой, что для того, чтобы понять сложного героя в сложном произведении, хорошо даже талантливом написанном произведении, и читатель должен быть подготовлен к этому. Вот. Ну вот, наверное, я свой монолог могу закончить, и мы можем перейти к какому-то диалогу. Да, можем перейти. Самое время. Самое время. Ну что ж, раз есть желание перейти к диалогу, хотя у вас там уже двое, я не знаю, третий вам нужен или нет, уже у вас двое присутствует. Ну ладно, шутки в сторону. В общем-то, понятно, тема изложена уже, тут, наверное, даже добавить нечего, теперь осталось обсудить, да, обсудить. Давайте, наверное, разберём изначально, что означает слово «мораль», «духовность», «нравственность», потому что «мораль» здесь прозвучала уже неоднократно. Вот «морос» по латыни «нравы», «моралити» или «моралис» – это «нравственный» или «нравственность». То есть то, как человеческий индивидуум себя проявляет в обществе по определённым правилам. Вот это мораль. То есть получается, что если в книге существует какой-либо посыл, то он, по идее, какую-либо мораль себе несёт. И вот те варианты изложения, которые здесь вы назвали, живой, неживой, попадает в прошлое или в будущее, хороший, плохой, спасает мерзавца или хорошего – это как варианты. Но все они строятся на определённой морали, которая существует личная и существует общественная. Но, опять же, если мы хотим уйти от иностранных слов, то, наверное, слово «нравственность» надо применять. Надо тогда мораль в сторону отложить и разобраться, а что означает слово «духовность», а что означает слово «нравственность». Нравственность, как бы многие так просто слово это называют, древнее слово, оно много что поясняет. Нрав отсюда идёт, норов кто-то говорит. И то же самое, духовность. То же самое. Вот что вперёд, на ваш взгляд, должно быть – духовность, идущая от автора, или нравственность, идущая от автора? Что будет определять качество содержания? Ведь если человек только на духовности, то одно будет содержание. Если только на нравственности – другое. Если у него каким-то образом соединены духовность и нравственность, то будет третье. И что должно главенствовать здесь? Вот давайте, наверное, с этого начнём. Что, на ваш взгляд, первично, с вашей точки зрения, должно присутствовать в литературе, тем более в фантастической литературе? Ну, тут просто хотел уточнить. Вот духовностью вы что понимаете? А вот тут вопросы задаю я. Дело в том, что если я свою точку раскрою, зрение, то тогда будет… Я же хочу узнать вашу точку зрения, что вы имеете в виду. Ну, я просто не готов сейчас оперировать термином «духовность». Поэтому я просто говорю, если мы… Автор, безусловно, он в произведении оперирует к неким моральным концепциям. И когда он, например, описывает извращения, ну, в том числе, например, половые извращения некоторых героев или главного героя, он понимает, что другие люди понимают это как извращение. То есть, если он описывает некие, так сказать, некое событие подобного характера, то он понимает, что его читатель, ну, в большинстве случаев, да, конечно, мы не будем брать какие-то исключения, да, то есть, он воспримет это так. То есть, это с одной стороны, да. С другой стороны, он сам закладывает, он сам придерживается определенной этической системы, возможно. И здесь как бы встает вопрос о, наверное, философских концепциях, этике морали. Их, в общем-то, систем, которые, ну, наверное, не стоит ли углубляться здесь в именно философию морали, потому что это, в общем-то, тема достаточно глубокая. То есть, здесь есть два или, наверное, два основных подхода. Это диантологический подход и консеквенциалистский, так называемый, подход. Я вот буду оперировать такими терминами немного иностранными, но, к сожалению, или к счастью, эти термины достаточно, ну, в определенном разделе философской науки они устоялись, и поэтому их придется использовать. Вот. Диантологическая модель, вкратце, она основана на моральных правилах определенных. Ну, вот яркий пример Кант. Кант-Гегель. Консеквенциалистский подход, он исходит, в основном, если грубо говорить, из приоритета необходимости оценки последствий собственных действий, оценки действий морального агента. Ну, понятно, кто является моральным агентом, то есть, в данном случае, человек, которым стоит моральная дилемма. Вот. И тут надо понимать, что такое моральная дилемма. Дилемма – это всегда, как бы, дискриминация в отношении какого-либо из вариантов выбора. То есть, если мы выбираем путь А, мы всегда отрицаем путь Б. Вот. Если мы выбираем путь Б, мы всегда отрицаем этим путь А. Вот. Поэтому это тоже, как бы, ситуация, которая накладывает определенные ограничения на действия морального агента. И, безусловно, автор, будучи приверженным так или иначе, даже неосознанно, потому что порой, я думаю, что авторы даже не осознают на таком уровне, какой системе этики и морали они принадлежат. И что они конкретно хотят воплотить в данном произведении. Но, как бы, они это воплощают, так или иначе. Вот. Опять же, это можно делать по-разному. Можно утверждать правила, некое идеонтологическое правило, например, правило морали. Что нужно, ну, например, не убей. Вот такие правила. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Вот. Вот они. Относись к другому так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Вот эти правила. Либо они могут утверждаться, они могут напрямую утверждаться, либо они могут, подход может быть от обратного. То есть человек показывает обратный пример и показывает те последствия, к которым данный пример приводит, данный способ действия героя в данном случае. Он приводит, значит, как для других людей, так и для самого героя. Причем здесь и внешняя сторона, и его внутренний мир дается. То есть, если мы возьмем любое более или менее значительное произведение, литературное, это такой мысленный эксперимент. Такого рода мысленные эксперименты, они часто используются в англо-саксонской философской мысли, в частности, в той части, которая касается этики морали. Но литературное произведение – это такой мысленный эксперимент очень значительный. Обычно в книгах по философии эти эксперименты описываются более упрощенно, но книга – это более сложный эксперимент. И я воспринимаю книгу именно таким, именно так. Поэтому, конечно, конечно, в данном случае я думаю, что автор должен, первое, осознавать или иметь определенный подход к этике морали. То есть, говоря простым языком, что для человека или для морального агента, ну, для человека, чтобы не усложнять, есть благо, что есть зло. Он должен это четко осознавать. То есть, он должен вот задуматься. И это повод написания книги вообще, это повод для того, чтобы задуматься. Хороший в отношении себя в том числе. Он должен в обязательном порядке, я считаю, попытаться спрогнозировать, как то, что он написал, будет воспринято другими. Потому что нет идеального читателя, есть конкретный читатель, есть общество с его моралью. И если ты не пренебрегаешь этим, то эффект может быть совершенно обратно ожидаемым. Примерно так, да? Да. Вот, в общем, такие два тезиса, я думаю. Понятно. Все-таки у нас радио славянское. Хотелось бы какие-то понятные термины сюда нам вбрасывать, когда мы начинаем говорить о философии, что переводится «любовь мудрости» на русский язык, то есть «любви мудрости» или «любви ведания». Потому что «веда» – это мудрость. Мне хотелось бы больше по-русски говорить, по-нашему, нежели чем по исковерканному латынскому или греческому языку. Так вот, консеквентиализм – это этические доктрины, основанные на оценке действий по его последствиям или когда по предполагаемым последствиям, или иногда по предполагаемым последствиям, а не по соответствию правилам, правам или обязательствам. Этика обычно противопоставляется нравственным аргументам дионтологии. А у слова «диантология» – греческое слово. Это учение о правах и обязанностях учения о нравственности. То есть есть два понимания. Первое, вот если опять на русский язык переводить, чтобы нам всем стало понятно. Первое – это когда есть правила, и по ним все живут. Вот догмы. Надо делать так, не делать это. Всё, вот рамки. Сделай вот так, всё, по-другому нельзя. А другой вариант – это когда человек понимает не то, что есть рамки, а понимает необходимость действия и последствия того, что он делает. Вот эти две позиции. Тут ещё этика слова, тут забрасывают, сразу начинаются у нас умничные в чате, сразу люди там этика забрасывают, такие слова. Но этика – это философское учение о нравственности, правилах поведения человека. То есть, опять же, это всё из этой же серии. Вот мне больше хочется всё-таки говорить тогда про разумность и про ограничения. Если уж мы переводим вообще такой упрощенный язык. Ограничения, которые общество накладывает на поведение человека, и разумность человека в обществе, когда он может перейти за рамки этих ограничений. Наверное, так всем будет более понятно, что вот эти две такие направленности, они друг с другом могут уживаться, но в то же время они друг другу могут противоречить. То же самое, как в суде, существует по букве закона, а есть по духу закона. Вот судья, он может судить по букве закона дословно. Сделал это, три года, до свидания. Сделал это, вот как тройки работали в своё время, да? Подходит под статью, всё, туда, направо. Подходит под статью, налево. Вот. Революционное правосознание, как некий источник права. По нему, по революционному правосознанию, писались, как и целые работы. Революционное правосознание – это источник советского права. Кстати, рекомендую, как рекомендую, гадную работу. Вот. В инкарате я вполне могу дойти. Очень любопытная вещь, что говорится. Ну, мы всё-таки, предлагаю, Саше, вернуться к территории. Да, вернуться. Мы как и хорились в философию. Да, потому что если мы сейчас уйдём в философскую материю и будем обсуждать каких-то мыслителей работы, и те, ну, просто мы, я не особо готовился к такому. Нет, не дай Боже, не дай Боже это называется. Наоборот, я хочу от философии уйти в обычную жизнь. Просто для того, чтобы мы говорили по обычной жизни, обычным языком, нам надо разобраться с иностранными терминами, привести их в понятные русским людям русские термины. И получилось, что в первом случае, я ещё раз возвращаемся, чтобы понять, что мы уходим от философии, возвращаемся в жизнь. Существует два принципа существования этого мира. Первый – по догмам, а второй – по разумности. И то, и другое имеет место быть. Иногда необходимы ограничения, а иногда необходима разумность. Когда я сказал, что есть судья, который по букве закона судит, для него всё равно. Главное, чтобы буква закона справилась. А есть дух закона. То есть должен быть наказан негодяй. Вот это дух закона. Поэтому и там, и там, везде мы видим, есть правила, а есть исключения из правил. То есть если человек видит, что в данном случае правило может повредить, надо его в сторонку отложить и действовать так. Вот поэтому мы возвращаемся теперь к писателям. Итак, те писатели, которые предполагают в своём творчестве возможные какие-то варианты развития, вот возвращаемся туда, что вот пошли там наш спецназ, был отправлен в прошлое и помог кому-то там выйти из окружения и не оказалось у нас предателей. Ну хорошо, что плохого здесь может быть тогда, вот надо разобраться. Ну помогли они, ход войны мог пойти по-другому, наша армия стала бы сильнее. Или здесь какой-то есть подвох, на ваш взгляд? Я объясню. Мы ведь на прошлом эфире говорили, что этот человек имеет по-другому и щуга, и надеется, что если только на щуга, это и есть паразитик. Вот. Для меня, конечно, во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, героев мало. Но, мне кажется, как читатель, вместо того, чтобы подсчитать пусть и немногих, но героев той войны, он, во-первых, подсчитает такую фантастику вымышленных героев, скажем как, и изучает историю, будем говорить, мягко вымышленной войны, то есть войны, которая произошла в фантазиях авто, скажем так, вместо того, чтобы обратиться к более-менее реальной и действительной истории. Это, во-первых, тот читатель, с моей точки зрения, увихает в некоем каком чудесном мире. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, читатель, он, я думаю, считая именно какие книги из приведенного примера про спецназ, БГВ и генерала Уасова, он вместо увлечения реальными своими какими-то корнями и скоками, он уходит в какие-то мифы, скампы и все прочее, скажем так. У нас ведь жанр исторического романа, вот именно основанного на документах, фактах, более или менее точных архивных материалов, он как-то уходит, заменяясь по ганчику. Я можно здесь добавлю, Саш? Понимаете, опасность утопии в том, что она не имеет никаких оснований, она зачастую нереальна, она неосуществима. Давайте вспомним первые годы красного террора, когда некоторые искренне считали, что вот мы сейчас уничтожим, истребим классовых врагов, и мы вот заживём. Простые люди, понимаете, искренне верили, вот уничтожали. Конечно, не надо преувеличивать, я ни в коем случае не сторонник вот этой вот либеральной линии, преувеличивать сотни миллионов уничтоженных в красном терроре, но это, к сожалению, было, и, к сожалению, в некоторых эпизодах это было массово и весьма жестоко. И проводились такие акции зачастую людьми именно с такими романтическо-утопическими взглядами. Современным воплощением утопической мысли, вот ярким таким, да, это вот у нас, значит, вот такая организация запрещенная в России есть, исламское государство, ну, раньше Ирака и Леван, и Леван-то сейчас просто исламское государство, вот раньше оно было, ещё раньше оно было исламским государством Ирака, вот это пример желания людей воплотить утопию. В своё время, знаете, где-то в районе 2008 года был записан разговор, или, ну, это со слов свидетелей передаются, Аз-Заркави, тогда эмир этого исламского государства, тогда ещё Ирака, до Абубакра Аль-Багдади, значит, ему жена сказала, где же это государство, о котором ты учишь, мы же живём в пустыне, но люди верят в эту иллюзию и готовы убивать ради неё, готовы убивать невинных людей. Вот чем опасна утопии, какими бы хорошими они ни казались. Такими же нереалистичными, абсолютно нереалистичными и апокалиптическими утопиями являются идеологи Аль-Каиды, из которой, собственно, выросло исламское государство. И эти люди действуют, они в реальность показалось, что они не могут ничего создать, никакого государства, это нереально. На их базе той идеологии, которую они исповедуют, это нереально. Это может быть какой-то анклав где-то небольшой, который будет враждебен всем и вся, и который в конечном итоге будет уничтожен по этой причине. То есть, временное какое-то существовременное образование квази-государственное, это да, это возможно. Но судьба этих идей и их последователей, она весьма печальна. Поэтому, как здесь романтизация, создание утопии на базе Сталина или сталинской идеологии, без знания реалий сталинской эпохи. Я подчеркну как можно более объективных знаний, не той критики, которая была в конце 80-х, когда на Сталина вешали голодоморы, всё это. Он и в Казахстане, не только в Украине, но в Казахстане и в Татарстане голодом морил. Делать было нечего человеку, голодом морили. Без глубокого понимания. Я не говорю сейчас про такой подход, я говорю именно про серьёзный подход. Утопические модели, они опасны тем, что они абсолютно нежизнеспособны. Я приведу ещё примеры такой организации, как «Золотой век», которая в России действует. И, к сожалению, её последователи уже отличились насильственными акциями, в том числе убийствами. Это тоже яркий пример, когда люди придумали себе выдуманный мир. Возможно, не из самых плохих побуждений. Но к чему это их привело, мы можем видеть. Оно их привело, жизнь в выдуманном мире привела их к конфликту с миром реальным. Что стало смертельным для некоторых людей, совершенно невиновных и не имеющих отношения к каким-то идеологическим спорам и так далее. Ну вот, в общем-то, моя основная идея. То есть, мы можем сказать о том, что мысление нашего читателя мифологизируется. Будь то миф о, как я уже сказал, союзе советском, второй его какой-то, второй пришествии, о втором пришествии Российской империи, там, о животом веке Ведической Руси, о возрождении традиций. Хотя для меня само слово возрождение традиций в Вахачкане – это некий какой-то аксюморок. То есть, традиция, она либо есть и поддерживается каким-то чехлом людей, пусть и очень малым, и потом она популярируется, эта традиция, набор чехол людей, либо этой традиции нет. И вот это вот мифологизированное смешление, она приводит к тому, что человек, который может жить в разрухе, в полураквалившем псевдоме, но при этом думать, что он, мол, и его правительство многому, скажем так, движет его к некому лучшему миру. Вот. Или он может, наоборот, уйти в расследование всяких существующих, не существующих теорий Хагвара, поиска врагов, там, вредителей, и все проще. Вместо того, чтобы решать свои наружки какие-то какие-то проблемы. Вот две крайности. То есть, либо человек на почве своего мифа, ну, как-то не воговеряет власти, либо, вот, опять-таки, на почве своего мифа власти как-то не воговеряет. Вот я, например, говорил рядом лиц, скажем, как либеральных политических выглядов. Ну, и для меня уже привычным стало то, что данного рога лица не приводят в скорых со мной в каких-то дискуссиях конкретных аргументов. В скорых, например, кавычках, и в кавакуше. Вот. Когда спросишь его о том, как конкретно изменилось скваях, они начали переходить к какие-то абстракции. Говорить об экономике, о мировой политике и всем прочим. То есть, это еще один миф. Ну, вот, например, вопрос практический. Я не знаю, наверное, каждый заметил, что цены на продукты за последние два года выросли. Я не знаю, наверное, не только я. Много примещается, как у нахавы, прохвы, гречка, камбли, спирог. Да, если два года можно было сходить в Ашан на 4-5 тысяч, на двоих, то сейчас это уже 7-8. А кое 7-10. Вот. При том, что зарплата, как бы, у меня лично зарплата не выросла. Ну, как и у меня. Да, как у кого-ка. Но, опять же, говорят, значит, это вот из-за санкций, это вот из-за нефти. То, что нефть упала. Ну, с одной стороны, да, российский бюджет был рассчитан на цену в 70 долларов за баррель. Самая критичная была цена 50 долларов. А нефть рухнула там до 30 с чем-то. А то и, по-моему, даже 28 была. Ну, да. По-моему, было. Ну, около 30. Но насколько это расхожее мнение действительно связано с ценами в том же Ашане, у меня, например, большие сомнения вот сейчас. Очень большие сомнения. Потому что мы, как бы, не зная экономики, не зная, мы на самом деле не знаем, я, например, я не экономист, я не знаю, вот ценообразование в продовольственной сфере. Особенно, в частности, что касается, например, там сетей, крупных сетей вот этих магазинов, там X5 Retail Group, как известно, там их две, по-моему, на всю Россию. Ну, да, две, где кассетит. Вот, которые всем этим владеют. Там ведь возможен и монопольный сговор, в общем-то, и он может быть источником в том числе повышения цен. Могут быть совершенно иные факторы, о которых мы и не задумываемся. И вот в чем вопрос. В том, что зачастую обыденная позиция, она не соответствует действительности. Иное дело, что кого-то это заставляет искать и находить истинные причины, а кого-то это... А обычно люди хотят просто уйти от реальности в некий выдуманный мир, где все хорошо. И искать мнимые причины, мнимых врагов, как говоришь, как мы услимах, мы все как будем в Хакаваде в мигу кататься. А как подумаешь, а кто будет кататься-то? Ну, хорошо, дешевые европейские кредиты, а кто их брал? Крупные инвестиционные компании, которые вкладывали в строительный бизнес. Ну, наверное, у нас не каждый россиянин владелец крупной инвестиционной компанией, которая занимается строительством. Ну да, галикониках, галикониках, гидесяк. И не каждый работает в строительной сфере, более того. Поэтому тут вопрос. И опять же, возвращаясь все-таки к литературной тематике. Вот это вопрос соотношения общественной общества и государства, и общества, и элиты. И мы лично в серии книг «Доктрина» и произведений, мы хотели бы показать все его сложности. Не только, что есть некая злая элита, которая навязывает свои взгляды, навязывает. А есть еще и большая часть населения, которая не хочет ничего делать. Ничего она не хочет. Она не хочет ни заниматься ни самообразованием, ни исполнять свои гражданские обязанности элементарные. Зачастую не хочет искать какие-то новые источники заработка. А на людей, которые выбились, которые нашли такие вот, которые приняли какие-то оригинальные решения в своей жизни, которые много работали и благодаря этому добились. То ли заняли какие-то высокие государственно-властные позиции, то ли заработали деньги и немало денег. На них зачастую смотрят на каких-то, им приписывают обязательно какие-то пороги, что он обязательно таким. Он там масон, он извращенец, он там и там, ну или там все говорят, они все евреи, там они все масоны, они все извращенцы, там они все такие, такие вот. Хотя на самом деле тут еще вопрос, кто извращенец? Ну и кто еврей? Еще может быть и какой вопрос? Да, 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 да. Поэтому тут, значит, ищется оправдание, ищется оправдание многими людьми для того, чтобы просто ничего не делать. То ли там кто-то по мечетям сидит, понимаете, там часами, значит, вот это переливают из пустого в порожнее вместо того, чтобы, значит, работать, идти. И там у них там семьи сидят на шее у родственников, у других, там жены молодые с детьми тоже там пухнут с голода, а значит, они вот обсуждают там часами там важнейший политический Сирию обсуждают, там сидят там, и о том, как нашим там братьям там в Сирии. И, значит, вот это вот, понимаете? Вместо того, чтобы работать, идти и зарабатывать, понимаете, вот сложность вот этих вот, понимаете, проблем общественной психологии, она также должна быть затронута и должна затрагиваться в литературе. Но, к сожалению, есть считанные книги, где это затрагивается. И вот в частности я бы хотел привести здесь как один из, наверное, два цикла Сергея Тармашева. Это «Ареал» и «Наследие». Где он показывает, что, в общем-то, никому ничего и не надо. Большинство людей устраивает всё то, как есть, устраивают те правящие элиты. И, в общем-то, большинство населения достойно тех правителей, которые как или иначе выбрали, или которые население как или иначе эксплуатируют на обещаемых пахтах. Поэтому вот этот вопрос мне тоже, мне кажется, важен. Потому что, еще что-то любопытно, одна из наших читателей, прочитав хнуку в Москве, нам приговорила какую-то, не знаю, приканчивая, не приканчивая, но скажу вам какое-то, почему вы людям показываете всю эту грязь, которую вы как-то хнути и собираете, почему ее, почему обеком людям щекать, почему обеком людям хнать. Мой ответ был, что людям обозборнать надо, чтобы люди видели, чтобы люди знали и понимали, что говорится. Более того, я вам скажу так, вот, психология, да, люди хотят, например, гаишники не должны брать взятку. Вот его останавливают, этого человека, и первое, что он пытается сделать, пытается дать взятку гаишнику. То есть гаишник должен быть святым, а он может быть вот таким. То есть он может провоцировать. Понимаете? По-хорошему, хороший гаишник должен его записать на видео, зафиксировать это все, и потом арестовать его, задержать, и передать эти материалы для возбуждения уголовного дела. Так, по-хорошему, понимаете? И у человека отпадет сразу всякое желание что-то предлагать кому-то. То есть вот эти двойные стандарты. Или, например, да, им не нравится, а я понимаю, почему людям не нравится, когда они про это читают, потому что не видят там себя, понимаете? Вот этих взяточников, коррупционеров, понимаете? Людей, которые злоупотребляют своими служебными полномочиями. Людей, которые уходят как вершинство, кого гаишнику, морального выбора. Да, и которые, да, которые, да, которые каждый там, значит, пользуясь своим должностным положением, могут себе позволить быть над законом. Вот. На самом деле многим людям этого хочется. Так называемым простым людям. Многим этого хочется. Они хотят этого. Они хотят быть над законом. Они хотят получить эту власть. Хочется не сделать, чего для Родины избавиться конкретно взягивая коррупционерам или неправильную президенту, премьер-министру, а просто хранять мягко в системе, которую, я понимаю, коррупционерам, президентам, премьер-министрам. То есть, всякую управляющую систему, их верхним нам, я думаю, все обыкновениями, не хотят видеть, хотят просто ухроиться. И хранить свое положение. И хранить положение в системе. Да, вот именно прогнинуться на пару купельщиков вверх. И я еще хочу добавить, чтобы читатели не думали, что вот там, например, Захаров, значит, вот такой, наверное, считает себя святым, что может ли там всех критиковать? Нет, отнюдь просто Захарова осознает, что у него у самого есть такие желания. И Захаров пишет об этом. И пишет о том, что это, в общем-то, к чему, в общем-то, такие желания их реализации она приводит в конечном итоге. Я абсолютно не считаю там себя, или там Сашу, не считаю им себя какими-то образцами для подражания и так далее. Хвикимика, истина в крайней ее их конце. Вот там... Прискалехловая. Понимаете, я не буду обличать каждого конкретного человека, да, там, в каких-то пороках. Но я могу сказать, что многим это свойственность, я это вижу. Да, но я не готов сейчас говорить, что, например, там, Иванов Иван Иванович, он вот такой, он алчный, там, он это, это. Потому что это будет, ну, клевета, это будет, когда будет и грех с точки зрения моих религиозных, моих воззрений, вот, подобного рода слова. Это будет и, как бы, несправедливо, потому что я не знаю, каков Иванов Иван Иванович на самом деле, и как он бы себя повел. Но проявление этого я, к сожалению, вот этих вот вещей вижу часто, поэтому я не стесняюсь у них писать, вот, и, наверное, мне кажется, это правильно. Да, я тоже понимаю, что это правильно, потому что люди должны видеть. Я бы сказал как, что вариант, куда, какими им быть, какими им быть, пусть ищут в священных писаниях, или вега, там, Коран, кому угравится Библия, там, Коран, что угодно, скажем так. А то, какие они есть люди, должны более или менее себя уметь хазерцать в этом мире, что они делают, что делают с ними, и как из этого можно выйти, как или иначе. Потому что определенный моральный императив, императив, категории моральной, они есть во всех учениях, религиозных, политических, они более или менее помогают человеку быть лучше. Но я не говорю себе, что это передёркивание, если у человека есть всё, есть к чему стремиться, есть в голову к зеркалу, как это, в виде правильной литературы, а человек, который предлагает перед зеркалом в рот укрепить, и скрепиться в утопии. Вот в чём основная бега. То есть наш считатель, я имею в виду среднестатистического гражданина, строителя Российской Федерации, он как бы тянется к утопиям, он, скажем так, предпочитает закрывать глазами свои негостатки, книга для него, это некое такое тёплое, уютное, что, мол, огородился, попал в книжечку. Конечно, я согласен, что у любой книги, у любого читателя, скорее всего, есть некий герой, с которым бы конкретному читателю хотелось бы себя ассоциировать. Без этого никак, но, тем не менее, полностью покручаться в копию не нужно этого делать, а это вредно и опасно. Опахно, прежде всего, для твоей собственной родины и для твоих родных и близких людей, которые тебе дороги. А я думаю, да, у самого чёрного человека есть дорогие ему люди. Вот так вот. Да, да, продолжаем. Слово иностранное употреблять. Императив, требование, приказ, закон. У Канта в критике практического разума. Общее значительно умственное расовое предписание и так далее. В общем, много у нас иностранных слов сегодня. Канта в школе и мы, выпускники МГУ, и в нас это в определённой степени вголбилось, въелось, учитывая ещё наше с ним общее на двоих юридическое образование того же МГУ. Поэтому прошу нас о это извинить. Я иногда буду, с вашего позволения, перевод делать на русский, чтобы слушатели понимали. Хорошо. Значит, мы рассмотрели утопию, поняли пагубность утопии. И теперь, наверное, надо посмотреть обратную сторону фантастики или литературы в данном случае вообще, когда некоторые авторы доходят до такого реализма, который читать просто невозможно. Ну, к примеру, там Рашленёнка очень смакуют, или какое-нибудь там ещё место, где не очень хорошо пахнет, прямо смакуют, описывают все детали, как это всё происходит и так далее, и так далее. Ну, какие вкусы, какие ощущения, какие эмоции вызывают у героев той или иной книги. Это другая уже, ну, как противоположная сторона медали? И нужна ли она в такой степени? Я думаю, что это не противоположная. И Алексея Погребе очень хорошее слово. Смакуют. Ехлявых смакуют. Мокотюк все подумают. Сэглуха ненормальна. А если он их описывает, то есть можно их описать, можно их описать декально, досковерно, но при этом на них не расцикливаться. То есть они не несут ахомой, там, описательные нагрузки на книгу или на литературное произведение, не являются центральным местом данного литературного произведения. Вот, например, в упомянутой книге «50 оттенков серого» «Сыгральным местом книги» являются определенные, скажем так, ну, наверное, половые их вращения, главные герои. То есть я «50 оттенков серого» я в них не вшикывался. Я взял книгу, пролихал, и открыв ее буквально в четырех-пяти местах я нарисовал описание полового акта, скажем так, во всю книгу. Я думаю, что понятно, что человек, автор этого с позволения произведения, он на этом концентрируется. Он действительно смакует высшей упомянутой, как говорится, деталей, приемы, следствия. Вот. Мне кажется, что можно описывать мир реалистичный, что можно описывать его, как он, без приказа есть, но при этом не зацикливаться, не смаковать. Как бы, с моей точки зрения, некую компромисс между реализмом и моралью. Просто каждый автор выбирающий ли его учить. Вот, например, я так для себя думаю, что некоторые мои книги не потеряли из себя ничего, и, каково, что в этих книгах нет постельных сцен, как я называю. Вот. И, мне кажется, автор для себя должен определять, что ли он в этой книге должен покажать. Если он покажет, вы говорите, книги одну расчлененку или одни постельные сцены, это уже на мой личико вглядит, это уже не нормальный. Просто вот на самом деле понимаете, вопрос, как это еще описано. то есть вопрос на самом деле понимаете, вкуса, когда дело не просто в подробном описании того, что человек чувствует, а именно, как сказать, наверное, во вкусе. Это такое сложно объяснимое, наверное, явление, сложно дать какое-то определение, четкое. но скажу так, это мое мнение, когда, во-первых, описания подобного рода сцен, они, конечно, могут быть, и они должны, возможно, где-то присутствовать там, где это необходимо для раскрытия каких-то проблем, которые ставит автор. Если автор просто лишь, например, его книга или его произведение, это череда описаний неких там актов полового извращения или же каких-то жестоких убийств, и между ними нет ни логической связи, ни, в общем-то, какой-то цели, ни какой-то это никак не раскрывает характеры персонажей, то это, в общем-то, можно отнести только лишь к стремлению, наверное, к выражению желания эпатировать публику, и я бы не назвал такое произведение как минимум удачным, потому что оно как бы ничего не раскрывает, а как максимум, наверное, я бы назвал его пошлым и, в общем-то, незаслуживающим, наверное, прочтения, потому что там, например, там какие-то интимные сцены в классической литературе, они тоже появляются, там в классической арабской литературе, да и у Руми там они вот сказания сокрытого тоже есть, понимаете, только вопрос, он даже пишет там, что вы, когда вы читаете об этом, ну, во-первых, как это описано, это очень высоким языком там описывается, а во-вторых, он когда пишет, он сам говорит, что вы должны, ну, понимать, зачем я это сказал, что это не просто так там присутствует, вот, то есть какая-то культура, при том, что об этом, например, там в том же самом арабском, так называемом городском романе средневековом, эта тема, тема интимных отношений никогда не была табуированной, но был определенный язык, как об этом писали, то есть это не было пошло, в большинстве случаев, за исключением ряда, опять же, то есть всегда, так сказать, есть определенные исключения, там Абунуваз, там и так далее, его эти гомосексуальные стихи, да, где он, так сказать, там описывает, так сказать, свое вожделение к юношам, да, ну, как бы это его, так сказать, проблемы, его там какие-то наклонности, да, и он не является, как бы, это исключение из правил, такие как бы были и в европейской литературе, и есть, и можно сказать, нет, там немало, но я не могу сказать, что это, как бы, эти такие произведения являются классиками, был и Маркиз де Сад, и Захер Мазох, вот, и все, но это что, классика европейской литературы, что ли, нет? Ну, приведу, может быть, более понятный маркер выслушайте, например, вот, Ангел Садковский цикл «Ведьмах». В «Ведьмахе» есть кое-где описание обнаженного и хранского тела и описание половых актов, но, опять же, вопрос в их литературе, когда это все написано, когда это все показано, о чем читатель думает, когда он это все читает. То есть, бывает, что из Хабковского у некоторых особо прогнил, как читатель, вызывает лишь возделение какое-либо, и он человек гнил с высотом языком и капающим и слюнями. Но, мне кажется, если это все описано адекватно, если это все описано красиво, с точки зрения языка, если это имеет, опять же, какую-то подоплеку в произведении, ведь, я бы сказал, как грязь, вот именно, грязь, коммерность, послость, ее писать совершенно легко. Вот. То есть, я мог бы, например, написать какую-нибудь красную книгу о войне, вот, и, вероятно, в определенных кругах она бы выхмела определенную рогопопулярность, но я этого пока не делаю, потому что я не думаю, что необходимо как-то выплескивать нащекательную грязь, вот именно мерзость. Вот, стоит прислушаться к определенному рогу воспоминаниям ветеранов, как рассказы, людях ведь, как правило, не вспоминают там о грязи, о тех трудностях, которые они превозмогали память, она всегда хранит в себе шутка избирательная, скажем так, вот. И порой наше спорваление, скажем так, либеральная инференция, она просто выдирает из контента грязь, и все смешиво их дерьмом. И хорошее, и плохое. То есть, это некое избирательное видение, как считатель любой. Можно любое произведение выдержать как грязные, аморальные моменты, с его точки среди грязные и аморальные, смешать все произведения грязью, упомерком дерьмом. И произведение автора. Мне кажется, это в корне неправильная точка зрения, и неправильный способ восприятия информации. Вот. Так, понятно. Вот здесь мы как раз касаемся такого интересного момента, что обсудили, есть люди со своими какими-то извращенными представлениями об этом мире, и они пишут, о чем только им не лень. Наши читатели должны в этом разбираться. Есть ли какая-либо грань, есть ли какой-либо, не знаю, может быть, судья, который бы сказал, это недуховно, это ненравственно, это нездравомысленно, и это нельзя писать, это нельзя читать. Вот как мы, обсуждая это на радио и вообще в жизни на кухнях, как мы можем повлиять на таких горе-писателей, которые пишут о всяких извращениях, которые смакуют какие-то совсем ненужные моменты нашей жизни, ну, например, как там в туалете кто-то что выгребает и как что-то туда делает, вот, или что-то еще. Мы что-то можем сами изменить? Мы можем как-то сами повлиять на таких горе-писак? Ну, я могу сказать, что у каждого человека внутри есть свое разумение, свое понимание, свое собственное судья, всего, что есть. Повлиять на писак мы можем написанием различных отзывов на их произведения, порицанием, если лишь идет о действительной порнографии, об искажении каких-либо исторических фактов, событий, либо об необоснованном клеветании исторических персонажей личности, которые мы должны заявлять прежде всего в администрации порталов, где это все выложено. Мы должны как бы решать эти вопросы, но мы не должны привлекать внимание излишнее к этим произведениям. Ведь часто на волне общественного обсуждения книга, которую никто не считал и которой никто не знал, которая вызвала некий общественный лихонарх, она их малой их верхней превращается в очень их верхнюю книгу, и ее человек перечитывает. И наш как бы эффект, мы хотели привнести гравственность, мы хотели убрать эту храбую грязь, он обратный, мы ее раздыхли. И этого мне кажется надо бояться. Вот например этого кинематографа, приведу пример, фильм Марфа Финляндии о любовных похождениях Марфа Маннергейма. Что примечательно, наверное, гирс или примечательно в этом фильме, роль Маннергейма самого, исполнил шинок актера. Вот. И в нашем интернет-холомчах вернулся излишка поднялась целая буря никакования по этому поводу. Что вот европейские колерарты гахи на роль Маннергейма взяли Чернокосова, Черномахова. Может еще грубее сказать, но не было. И при этом эти люди храбыли, что фильм снимался в Кении и буря храбыли картины был 20 тысяч долларов. Таким образом, мало их верхняя картина с весьма хранительным охотирханием получила хорошее общественное оправдение. То есть получила, если их можно выражать ценники пиар. Пусть еще. И мне кажется, какого рода произведения в хпорах или хранительного охотирхания могут подходить к скорости. То есть мы не высказывали негатив, они делают их популярные. Вот это я говорю. Хорошо, но ведь опять же, хорошо, бурю подняли, написали, что вот этот дяденька или тетенька написала всякую дрянь, гадость, написали в некоторой инстанции, которые должны следить за нравственностью, духовностью. И что дальше они скажут. Так у нас гласность, у нас толерантность, певрализм, мнений. Вы знаете, я лично считаю, что, понимаете, преследование кого-то, ну, если человек разжигает рознь в своих произведениях, то есть призыва явно призывает призыва к дискриминации, либо нанесению телесных повреждений, либо убийству определенных категорий граждан, вот, то, как бы, это повод, наверное, для реагирования органов власти. Вот. При том, что, когда речь идет о призывах, ну, к волюнтаристским действиям, то есть, там, убивайте тех, кто убивайте этих, потому что человек сам не имеет права, так сказать, судить, он не судья, чтобы там судить кого-то другого, для этого у нас есть суды. Если вот такие призывы к самосуду, к произволу, да, безусловно, это повод для реагирования органов власти. И, надо сказать, что наши органы власти реагируют. Это такие произведения, в общем-то, немало таких произведений действительно заслуженно попали в список экстремистской литературы. Вот. Хотя наряду с ними были, в общем-то, и другие произведения, которые были просто истолкованы определенным образом. Вот. Иное дело, если это просто пошлость, то здесь, я думаю, самыми эффективными способами это общественное осуждение и просто забвение. Ни в коем случае нельзя, понимаете, если человек ставит себе цель эпатировать публику, показывая нечто или пропагандируя нечто явно противоречащее морали общества, в котором он живет, то, наверное, первая его цель это привлечь в себе внимание по тем или иным причинам. Ну, как бы, если вы не хотите того, чтобы эти взгляды получили какую-то рекламу дополнительную, то, наверное, не стоит и вниманием уделять. Но при этом соответствующее мнение конструктивное, не просто там в матерных словах выраженное, потому что, к сожалению, некоторые последователи традиционных религий, скажем так, в своем благом гневе праведном зачастую иногда действительно по поводам, когда этот гнев надо выразить, они переходят на мат, переходят на личное оскорбление, что, собственно, выдает то, что они не совсем последовательно следуют своим этическим, тем или иным этическим системам. Вот таких вещей делать не надо ни в коем случае. То есть, критика должна быть конструктивной. Критика должна быть конструктивной, критика должна быть осмысленной, четкой, и, возможно, она даст понять такому автору, что он где-то ошибается, где-то он переборщил, может быть, с подробностями, скажем так. Потому как человек по разным причинам может что-то описать, где-то что-то. Не всегда он делает это с целью «хочу такого эпатажа, хочу, чтобы все били из негодования и на этом заработать». Некоторые делают это специально. Это определенная категория людей, которые зачастую, кстати говоря, таким образом добиваются известности, добиваются даже иногда, мне кажется, и литературных премий. И тогда они поднимают важные проблемы. Вся эта история с их преследованием, потом их оправданиями каких-то она значит она порой поднимает очень важные вопросы в общественном сознании. Но, как мне кажется, вопрос общественного осуждения и вопрос вообще осуждения по поводу тех произведений, которые не содержат, подчеркнув себе, призывы к совершению явных уголовных преступлений вроде насильственной смены конституционного строя и прочее, разжигания розни, прежде всего призывы к различного рода неблаговидным поступкам по отношению к тем или иным категориям, те произведения должны конечно оставаться на суд общественности и люди должны не государственные органы должны преследовать людей по значит потому что если мы постоянно понимаете будем звать жандарм вот методика звать жандармов постоянно это кстати говоря свойственно нашим либералам как это ни странно хотя вроде казалось бы люди должны наоборот но чуть что по вопросу по некоторым вопросам тут же значит они совершенно в определенном ключе достаточно странно толкуют законы и пытаются людей обвинить в экстремизме и так сказать там и пытаются так сказать их преследовать в уголовном порядке вот обвинить их в совершении преступления хотя как бы человек свое мнение высказывает вот зачастую к сожалению некоторым последователям либеральной идеологии в России это свойственно хотя в принципе наверное это противоречит либеральному подходу в принципе но тут ведь Коля вопрос в чем либеральный подход как некая философская мысль как либералист в философии и либералист в России ведь само понятие либералист в применении к Российской федерации но изобретило себя это понятие было вывергано изнанку нашими властями это же понятие было потом вывергано изнанку последователями либеральных идей в России скажем так и можно говорить о каком понятии грушки либерализм скажем так который кому что хотели выразить там мыслители никакого отношения уже не имеют это другая система координат вот но я возвращаюсь к тому что не надо стремиться к какому-то организованному преследованию понимаете там или создавать практику ну вот как его носик да этот блогер штрафовали на полмиллиона за его высказывания о Сирии Сирии вот вы как ну как вот к этому относиться в принципе если посмотреть контекст в котором он этого сказал я там не увидел призыва к уничтожению Сирии сирийского народа но суд ему вынес соответствующий соответствующий приговор вот я не думаю что мы хотим жить в таком обществе где за любое высказывание нас значит недовольные нами люди или как вот в 37 когда кто-то там нашу квартиру хотел кто-то еще будут писать доносы для того чтобы так сказать с целью уличить нас понимаете в чем-то поэтому тут надо быть очень и очень осторожным или примерно например вот хайк хориатка точка форография как лиархперил и подпиши или важный код некий какого серка быхровать с века на фоне куполов и такое складывается в пешкле середничку купол у кака на голове без какой тиар короба скажем так кому навредила фотография с котиком человек как сайт был заблокирован это ведь даже не высказывание какой-то позиции это не прижим это не критика рпц это просто специальная картинка кому она навредила вот и такого рога необхранные блокировки вы говорите они повсюду и пакет нормативных документов он и день для всех под копирку да сейчас кстати в Сибири еще один в Иркутске сейчас еще идет один судебный процесс над еще одним товарищем который в блоге опубликовал статья кого бомбят путинские сохола что ли так она называется где он критикует политику в Сирии я как бы с этим я не читал этот пост я предполагаю какое там содержание предполагаю потому что я немало материалов читаю по Сирии я предполагаю какая там точка зрения но я не буду говорить потому что я точно не знаю но если там действительно был экстремизм да то есть в чем я имею основание сомневаться то наверное да это основание для уголовного процесса но если это было просто мнение так сказать было высказано понимаете из-за него человека сейчас пытаются ему два года колонии поселения дать я понимаете не хочу жить в таком обществе оказаться где люди будут чтобы получить там мое место мою квартиру мое еще что так как в 37 в 30-х годах будут писать надо не забывать что в 30-е годы там у нас Сталина любят обвинять но там было еще по-моему около 4 миллионов доносов написано много еще слава богу что НКВД не по каждому доносу возбуждало уголовные дела вот по-моему так потому что все-таки не все доносы потому что там были по-моему настолько бредовые там некоторые вот там например ну приведу пример вот академик у нас здесь живет рассказывал говорит приходит заходит с утра в общежитие университета где-то в Поволжье а там портрет Сталина в туалете с утра кто его повесил неизвестно вот но уже кто-то доложил директору уже значит всех вызвали и вот и что понимаете вопрос то есть вот ну никого как бы люди оказались разумны никого просто его убрали оттуда и все понимаете можно дойти вот до таких вещей опять вернуться вот к этому я не хотел бы к этому возвращаться поэтому если общественность недовольна она должна высказывать свою позицию но и обходить этих людей стороной но не включать какой-то механизм репрессии и возрождать его потому что то что одному кажется нравственным другому кажется безнравственным даже последователями одного религии одних и тех же убеждений там я не знаю или вот например я часто скалкиваюсь с такой формулировкой общепринятые нормы кто эти нормы общепринят когда он их общепринят когда они сопернируют этим понятием его упокрепляют и к месту и не к месту и на право и на лево я могу сказать что от тех общепринятых норм северян отличаются от норм общепринятых в европейской части России и так далее и как бы США как-то всех нравится прыгнув гребенку под крич как бы и мол думать что Вася Пупкин самый умный это это уже значит это вегам проиграть и действительно как Николай Хрендар по каждому полу звать не нужно есть общественное реагирование есть общественное полицание для определенных рога определенного рога людей личности и дивигумов скажем как пока больше как они всегда люди но опускаться какого непотребного уровня я бы мягко говоря не советовал когда говорили про либералистов про либералов то любители свободы либерти свобода то наверное здесь надо уточнить что исходя из того что Александр Владимиров здесь озвучил говоря про главного героя маршала Финляндии это в общем-то под 282 статью очень хорошо подходит и они могут возбудиться очень сильно по этому поводу потому что там сказано следующее действие направлено возбуждение нра ненависти либо вражды а также на унижение достоинства человека ну и так далее и тому подобное по признакам пола расы национальности здесь прозвучали некоторые слова такие эпитеты очень остренькие вот так что так что либералы могут возбудиться он цитировал то что то что высказывалось в интернет среде вот поэтому он ни в коем случае наверное это популяризация называется ну ладно хорошо понимаете это это я вам приведу еще один пример значит в сталинскую эпоху в научной среде значит был очень значит интересный принцип вот который люди которые в то время работали в МГЛУ в частности значит было так значит что капитализм надо критиковать я уже забыл кто это сказал но это кто-то из но критикуя не цитировать понимаете да то есть как это сделать в научном в научном труде вот для меня лично понять невозможно но вот понимаете кто-то из наших великих сказал и потом человеку который написал диссертацию по значит он критиковал американскую политику вот там внешнюю вот ну вообще писал о внешней политике Америки на самом деле и он достаточно подробно изучал первоисточники там речи соответствующие он там Рузвельт ну приводил все это в диссертации вот ему значит предъявили на защите но он защитился таки вот поэтому знаете как бы здесь можно дойти вот и до этого это у нас тоже было уже в недавней истории поэтому как бы я надеюсь что мы к этому не вернемся вот я просто напоминаю эти примеры людям чтобы так сказать ну понимаете как бы все это вспоминалось чтобы не было желания как бы лишний раз это еще раз мне бы не хотелось это пережить несмотря на то что я в те времена не жил мне бы не хотелось не нужно проходить до паранойи то есть сейчас скажем как блокируют ресурсы и опирают людей демонстрацию символики царевых 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 рабочих партий Германии СГАП символику капричной в России организации украинской правой сетки то есть заточки человек просто в ХВС продемонстрировал некую символику не нужно придавать ни литературу ни как бы символику табуирования скажем как если это враг если это плохой человек то человек должен сказать как бы круглый человек своих врагов тех кто привозит ему у них в Кагане в рек уничрения и говорить какая них открыта мы не должны бояться выходя с их на их земле и приведу опять комментарии на странице романа Валерия Вещерлодникова в сети ВКонтакте там один из читателей говорил что нельзя могут хрустать личности героев вот что могут хрустать личности героев это табу я с этим не согласен в этом плане не грохнел бы этих табуированных тем часто правда бывает что личность героя не имеет к его героическому поступку никакого отношения и поступок не был сформирован его воспитанием его как не знаю национальными политическими предпочтениями человек просто сделал поступок и этот поступок как или иначе остался в памяти народной вот тут нужно разделять человека и его поступок мое мнение каково непогрессимых святых у нас нет и как бы не нужно делать из человека любого человека пусть кому хорошего благородного не нужно делать из него некого фигурально выражаясь игола для безопытного поклонения я не знаю у нас сейчас по-моему у соответствующих органов пошла какая-то манера увеличивать статистику по этим экстремистским статьям не знаю как бы есть ли какие-то на это указания какие-то или нет то есть если смотреть формальные документы например стратегию национальной безопасности от 15-го года и сравнивать его там с 9-го года документами там в принципе наоборот она стала более ориентированной на скажем так удовлетворение потребностей граждан в ну в том числе их удовлетворенности там наличием по их соблюдениям их прав и свобод и так далее то есть там появились такие формулировки в новой концепции казалось бы да но в то же время последние мы вот последние года два мы наблюдаем ряд процессов которые то есть ну введение статьи о соответственно оскорблении религиозных я не помню диспозиции религиозных чувств верующих да религиозных чувств верующих хотя в принципе статья была уже 282 статья ну тут ведь еще возникают вопросы ну тебе в этом отношении коль проще а вот сейчас и со мной как в твой мысли эксперимент привлекаю как доказать что я верующий вот то есть я как бы исповедую веру предков наших и как бы организация которая бы представляла мои там не знаю религиозные интересы на территории Российской Федерации где существует и вот мне кажется это было бы поучительно доказывать что-либо в худе чему например атеизм определенного человека или его какие-то там не нелицеприятные высказывания лично в мой агресс и варь с моих убеждений они меня как-то оскорбляют и задевают мои изпозволения сказать религиозных чувств в это бычьи проблемы расплывчик сформулировок определений по рекламу конституции скажем как-то человек может распорядить любую религию коллективно либо индивидуально и вот с этим индивидуально мы и в процесс попадаем мы опять литературу здесь конечно у нас зачастую принимаются решения которые государственно властные решения как мне видится которые не всегда продуманы просто и потом приходится менять уже но к сожалению пока изменится что-то уже будут вынесены решения будут сломаны судьбы возможно чьи-то вот к сожалению да и многие считают берлин могут подсказать не знаю дело о вовле покемонов в храме как вообще коррелирует с огнодной в короне я не могу себе представить ну я за этим делом следил поначалу но мне это дело тоже кажется с уголовной точки зрения весьма сомнительным но скажем так и оно в коренным образом отличается от дела пуссирает хотя бы тем что они нарушали общественный порядок в храме они там устроили некое шоу некое действие которое явно противоречит принятым там я бы сказал даже как они устроили некое политическое шоу ведь по тех песни у них все-таки был политический вот но что касается ловля ловителя покемонов он же просто ходил с телефоном в храме вот мало ли что он мог делать с телефоном он мог снимать там я не знаю иконостас делать снимки это же не запрещено если он не препятствовал проведению богослужения он не препятствовал там индивидуальной либо коллективной молитве верующих в храме он не оскорблял насколько я знаю может быть на самом деле это не так да потому как господин этот весьма дерзкий на самом деле судя по его блогу вот так скажем с такими некими амбициями вот я поэтому я думаю что это дело отличается от дела пусть и рают и здесь все таки уголовное уголовное дело мне кажется я не знаю как этот человек мог оскорбить православных верующих вот ну хорошо даже выложил он в интернет что он вот это делал но он играл в игру на собственном мобильном телефоне и в общем-то ну да делал он это в храме ну в общем-то и что вот понимаете к сожалению примеры таких судебных решений они есть не только у нас в стране там в других странах там поспешно принимаемых ну в общем мы отклонились от темы ну да я что могу подводя этому итог на Руси по крайней мере к 9 веку право имело двухсторонный характер право общины обыкновения и право князя так вот с правым князя оно с законы с ним нужно быть аккуратней вот и как бы мой взгляд каковочка не каская не каждой общественной действии не каждый общественный конфликт он достроен и имеет в себе необходимость привлекать именно государство ведь саморегулирование его общинности в коллективном решении тех или иных вопросов каких-линых вопросов наценности таких как аспекты духовной жизни общины и отдельных ее участников общинников мне кажется проблема именно с общественными инстинкутами по регулированию упомянутых сфер не нужно всех вешать на хангарма на перефразируя князя и его хаймых глухинников поэтому вопросов все может быть к литературе вернемся да я хочу вернуться к литературе но литература у нас же связана с общественностью с питательным читателем читатель не на луне живет он в обществе живет поэтому мы так иначе крутимся вокруг этого вот здесь наверное надо понять следующее осуждение общественностью вот этих книг вот этих писателей это на мой взгляд правильное решение но вопрос а кто воспитал этих читателей кто в них в этих людей вложил нормы нравственности по которым они будут обсуждать или осуждать вот приведу простой пример когда-то после того как СССР был разрушен стали здесь появляться разные театры антрепризы и прочие прочие такие развлекательные мероприятия шоу и так далее появился такой товарищ Виктюк и кто-то да не будем его как-то так и патажировать не будем анонсировать просто появился такой товарищ Виктюк и кто-то пошел и говорит слушай ну такой передовой дядька вообще такой режиссер вот вам два билета дарю просто сходите посмотрите кто-то из знакомых я был там уже ну просто тут еще два билета ну давай сходим ну мы надеялись как в обычный театр да какой-то там театр где-то они что-то снимали большой достаточно зал там не только первый этаж но и возвышенности были вот как раз прямо напротив сцены чтобы все хорошо было видно такие хорошие места вот я ничего не могу понять что там происходит ходят мужики в каких-то полупрозрачных штанах или в обтягивающих штанах и с розетым торсом и изображают каких-то существ человекообразных непонятно чем занимающихся непонятно что изображающих вроде не баба вроде не мужик что-то среднее такое вот они друг другу там какие-то жесты делают что-то и так далее в общем мне хватило на минут 15 ну может быть 20 от силы я потом встал так громко на весь зал свистнул и сказал позор все так на меня обернулись вот и мы вдвоем с супругой вышли вот это было в моей жизни не знаю правильно ли я сделал или неправильно как вы думаете но в данном случае мне кажется если какое-то действие ранник эскетическое чувство человека он не должен об этом молчать так или иначе ведь есть и другое выражение негагования помидор и куклу и яйца просто как для себя выбирая норму поведения и наверное насколько для тебя мерзко насколько ты обожаешь свое негагование ну вот я просто хотел сказать что значит вот там у нас исламская община скажем так они определенные представители отличились протестами против так называемых карикатур которые известны в каком журнале были опубликованы французском вот опубликованы они были там специально как как в Голландии то есть это была перепечатка голландских карикатур уже которые были в Голландии кстати эти карикатуры они выставлялись и в Швеции по-моему даже пытались у нас я вот точно не припомню не буду чтобы не соврать по-моему была такая попытка что и у нас так сказать их выставить эти рисунки вот во многих случаях люди себя вели недостойно пытались там громить посольство государство вот их в общем-то разгоняли и разгоняли правильно вот потому что если у тебя есть недовольство недовольство должно выражаться корректно вот что касается вашего случая случай ну эта тема непростая я приведу пример во Франции который произошел значит там ставился спектакль я не помню какой-то из крупных театров в Париже в котором в котором в общем-то напрямую поносилась личность Иисуса Христа то есть в пошло абсолютно пошло то есть там во-первых была акция Пис Крис да то есть Писай на Христа да дословно но это была отдельная тема да а вот этот спектакль там тоже значит там что-то вроде какого-то полового акта было на сцене изображения или что-то еще ну что-то абсолютно непотребное я сейчас уже не припомню так вот молодые ребята католики они во время спектакля они вышли на сцену и как бы устроили молебен и тем самым сорвали спектакль вот и во французском обществе значит это эта ситуация обсуждалась были люди которые за соответственно были сторонниками такого действия некоторые говорили не хотите ходить на спектакль не ходить вот то есть если бы например и этот вопрос обсуждался и французскими в частности вот у нас приезжал читал лекции там Жан Касьен Белье профессор как раз специализирующийся на этике морали вот он приводил примеры когда ну вот спорных ситуаций именно касаемо религиозной свободы и так далее и как вот французском правовом порядке это решается вот то есть у нас есть представление что Франция это страна разумнанного либерализма где как бы можно все вот но это не совсем так на самом деле вот потому что там есть тоже определенные нормы достаточно жесткие которые регулируют публичное объявление и афиши например о некоторых действиях если афиша содержит какое-то непотребное содержание то например жандармы могут прийти ее снять вот то есть сама афиша может быть с названием например какого-то события а вот ее иллюстрация это как бы уже вопрос для дискуссии но что касается того например что происходит в помещении то есть если человек знал куда он шел то есть ему например не просто демонстрируется а он вот пришел то есть вот сняли театр и сделали там какое-то там представление то есть он знал куда он шел и в общем-то он ну как бы должен был это вот кстати к вопросу о той выставке фотографий которая была закрыта в центре Люмье ну наверное слышали недавно по там Мизулина возмутилась ну вопрос о скрепах поднимала как всегда вот да ее закрыли значит один человек даже пытался так сказать собственной уриной там поливать что-то да вот тоже способ критики тоже интересный весьма да так что тут понимаете я например что касается вашего подхода я не могу однозначно дать какую-то оценку я бы например может быть просто ушел то есть понимая что я пришел не туда мягко говоря куда хотел то есть я видимо читая программу данного мероприятия и его афишу его название я видимо не понял о том что значит что должно происходить и я в общем-то попал не туда и меня это как бы возмущает и я вот я бы наверное просто ушел но при этом я бы наверное оставил развернутую лицензию лицензию на сайте соответствующей организации которая осуществляет показ данного мероприятия где бы изложил все свои доводы значит в отношении данного произведения но корректно понятно дело в том что это было в те времена когда еще интернет особо не было поэтому рецензии негде было оставлять это во-первых во-вторых афишу я не видел потому что мне дал билеты знакомый которому я доверял что это что-то такое хорошее а он любитель театров и как я даже не смотрел сказал известный режиссер приехал вот он там делает вы говорите я знаю там специфику да а в третьих а в третьих я бы еще жестче мог выразить свою точку зрения просто я жалел что в отличие от старых театральных премьер где барышни из деревни торговали яйцами и мочеными яблоками помидорами вот не было этого такого всего я бы еще и что-нибудь сделал потому что вот эту гомосятину которая там происходила нормальному человеку смотреть ну это ну нельзя на мой взгляд ну я бы я бы тоже не стал ее смотреть просто как бы ну я так как у данного господина есть театр в Москве да который в принципе так по-моему называется театр Романа Виктюка да я просто ну туда ну как бы избегал его да то есть мои родители там знали зная вот эти особенности о которых поговорили его творчество скажем так они избегали в общем-то этого и я в общем-то ну никогда не горел желанием и опять же повторюсь что я не пытаюсь судить ваш поступок поэтому но зато я теперь знаю что это такое вот и я к сожалению замечаю возвращаясь к вопросу который задавал раньше сейчас я подойду вернусь замечаю что Виктюка в кавычках стало больше на наших голубых экранах вот во всех смыслах это слово и этих Виктюков стало больше вот всех этих модных приговоров стало больше Виктюков стало больше каких-то там еще шоу стало больше и поэтому я спрашиваю о осуждении общественности воспитанной кем-то возможно вообще кто вложил в людей нормы нравственности вот мой вопрос к этому я через Виктюков опять к этому вернулся очень интересный я наверное начинал с примера вот был сериал снят обратно на луны часть вторая где играет Павел Деревянка и вторая часть в отличие к первой части она получилась весьма политизирован и хлоподневной как объяснила дирекция первого канала сериал был снят на половине показа из-за своих низких рейтингов мне интересно почему допустим низкие рейтинги от лучшего сериала они как и дирекции первого канала верны а допустим низкие рейтинги программы не знаю здоровья они не верны я не знаю у меня программа здоровья это мне кажется тоже есть полезные какие-то вещи весьма фрагментарно я бы сказал на мой ПК-дебель на мой особенно там полезно о том как рассказывают как надо девочкам делать прививки от рака матки для того чтобы они потом не болели и не говорится о том что в дальнейшем эти прививки вызывают вообще бесплодность девочки вот такие примеры такие программы здоровья после таких высказываний в нормальном обществе должны были бы закрываться сразу сразу моментально и без разговоров то есть вопрос опять общественность это должна обсуждать или должен быть какой-то все-таки цензор который принимает решение вопрос в том что первый канал они как себя раньше по крайней мере именовали общественное российское телевизие ОРТ старое их название ну и как я понимаю дирекция первого канала оставляет собой право не реагировать на определенные посылы общественности скажем так в этом и вопрос потому что каждого человека его взгляды его понимание мира жизни пробирует прежде всего семья его и его рот я извини Саш я просто приведу не знаю более яркий пример пример история с Красовским с неким который был раньше ведущим какого-то кабельного по-моему канала не помню я честно говоря тоже его биографию который объявил о своем если вы знаете объявил о своем какое-то время назад это было даже не год два назад может быть побольше объявил о своем гомосексуализме и в общем была ситуация какая что значит там устраивались некие закрытые вечеринки для якобы для работников чуть ли не администрации президента шоу трансвеститов и так далее где люди это все смотрели все замечательно но зато когда Красовский который объявил о своей сексуальной ориентации его значит эти же люди стали его там его гнобить там его уволили и так далее в тот же день я не говорю о том что я одобряю поступок Красовского я одобряю там его ориентацию потому что этот человек понятно что к этому я отношусь негативно но его политические взгляды весьма тенденциозны и как бы однобоки я бы сказал но просто интересная реакция то есть люди которые смотрели вот эти шоу там как там трансуха или как там это описывалось то есть они эти шоу смотрели дальше значит они значит выразили они уже соответственно там кто-то из них я опять же не буду там говорить кто конкретно чтобы меня не объявили что я кому-то приписываю потому что я уже эту историю успел подзабыть в красках что называется с конкретными именами и так далее и так далее вот что значит эти же люди стали потом обвинять и уже позиционировать себя как неких сторонников традиционной морали вот то есть вот вы говорите а кто воспитывал понимаете то есть там кто-то говорит о патриотизме вот потом оказывается что о традиционных ценностях о духовных скрипах как бы то есть вопрос не в том что эти люди вот такие плохие которые смотрели это шоу я предлагаю просто нам самим как бы посмотреть еще раз кто будет воспитывать мы же будем воспитывать наших детей мы вот вы вы наверное да я еще у меня детей нет у Саши тоже пока нет мы будем воспитывать граждане России и мы будем отвечать за то какими какие у них будут взгляды чем мы наполним их головы чем мы обогатим их не знаю сущность христиане и бусульмане говорят дух не знаю как этих благых людей вот и мы как бы за них в ответ мне кажется в воспитании подрастающего поколения я по крайней мере придерживаю из-за того что они должны быть готовы ко всему то есть им необходимо объяснить что в этом мире бывает что в этом мире правильно и неправильно в этом мире может быть чтобы это не стало для них каким-то ударом ведь человек он имеет допустим пристрастие к вредным привычкам например ну не знаю куредия самое в кавычках безобидное для употребления к обдиранию крепких каких-то кофейных энергетиков это все по не знанию бог человека извиняюсь за свое проскорящее на фонт взяли что мол не курит не мурик или не пьешь энергетиков лох и он этому влиянию не поддался вот и он может быть и не раньше энергетики и сигареты они вредны вот и мне кажется человек должен быть подготовлен и как ты как родитель как не знаю родишь подготовил в семье в роду это ответственность на тебе пусть может быть это счастье потому что есть родители есть не знаю дядя тетя есть дед бабка есть прабабка братик да и ну я не знаю вы затронули эту тему вот по поводу вакцинации и так далее на самом деле тема неоднозначная понимаете и говорить там о пользе нужно смотреть какие вакцины конкретно какие какой состав нужно смотреть результаты экспериментов как на животных так и в общем-то опыт применения на людях данного данной рецептура данной вакцины вот и потом возможно это повод для судебного процесса да если например где-то в программе кто-то заявляет что в отношении препарата который имеет серьезные побочные эффекты он заявит не вот это всем надо всем по голову да знаете ну например приведу там пример не спится вам да там пейте и маван я не знаю или это самое вам тревожно там галопередол понимаете или там ну вот до такого понимаете то есть это конечно я сильно утрирую но понятно что если человек начинает говорить такие вещи и потом кто-то последует его в кавычках умному совету и заработает себе хронические болезни вот то ну это повод для и как для уголовного преследования наверное ну уж как минимум для гражданскоправового иска это точно вот с возмещением с требованием о возмещении там вреда которое было причинено потому что если там говорят представляет вот врач вот тот он говорит вот болит вот это ну эти там болит голова топор да ну извиняюсь это не смешно но грубая шутка но тем не менее опять же говоря на самом обществе в массе у нас в обществе говорит ну не знаю низкопоклонничество перед людьми в белых халатах и ведь они даже диспорят что перед ними этот человек в белом халате белый халат как некий маркер у них непогрессимости как некая печать знания прошу простить обыскопарные слова но тем не менее хотя есть целители травники которые знают иногда не меньше а то и больше этого самого врача есть с травниками обратный эффект вот например у меня мой родственник он увлекся кикарской медициной вот попросил привезти их кикаря коблетки вот начал принимать ему укусения под коробью а там в коблетках напитывающих с этим уровнем хакра который есть у него сейчас крови данные коблетки крови покреблять нельзя вот то есть человек хотел одного получил другое поэтому к любой медицине к традиционной к некрадиционной как бы кто эти понятные восприемы относиться к здоровости вот и не нужно как бы наверняка все подходить к одной мерке либо благожелательности либо неблагожелательности ушли итак возвращаемся я просто привожу эти примеры к тому что опять же если мы говорим что есть страна папуасия где принято есть врагов догоняешь врага по башке ему даешь съедаешь его сердце это нормально это хорошо если там будут показываться фильмы о том как воюют племена о том как доблестный воин победил другого воина доблестного смелого сильного чужого племени съел его сердце то все будут кричать ух ты как классно крутничок вот если такой же фильм показать у нас мы скажем что за каннибализм такой что за ерунда такая вот если это показать в Европе уже такой толерантный то там скажут ну что это имеет место быть нормально то есть еще раз кто будет обсуждать мы я занялся вопросом который родился из реплики что должны обсуждать общественные деятели или общественность должна обсуждать такие книги таких писателей вычеркиваете своей жизни раз навсегда если общество воспитано голливудом воспитано вот этими виктюками воспитано всякими шоу дом 2 воспитано прочими прочими глянцевыми журналами средствами массовой информации или каналами которые за собой оставляют право делать что угодно в этом случае у них уже обликом морали не морально понятие нормального человека нравственность на уровне очень низком духовность еще ниже здравомысля отсутствует вообще что они там обсудят что они там осудят кого вот о чем я задал вопрос мы-то граждане на что понимаете если мы не можем ну значит мы вот такие понимаете да мы попали но мы вот крушение советского союза там да привело к определенному такому такому смятению я не знаю смятению поедине уровня общей гражды мягко говоря вот и наше общество на текущем историческом окреске оно именно таково и мне кажется не нужно создавать некий ордик мишеносцев потому что этот ордик неоднократно создавался в виде где-то там инквизиции папской пресловутой НКВД то есть общество если оно будет двигаться правильно если будут какие-то созигательные столпы в гасе культур то движение вперед будет если движение вперед не будет то и соответственно крест это будет поскать и кто идет с нами как говорится тот с нами и будет идти и разделять наши идеи взгляды и суждения по определенным хотя бы вопросам а кто с нами не идет кому с нами просто не по пути вот и пусть те кому с нами не по пути пусть они идут своим как бы путем и если они как-то ущербны как-то морально не знаю недальновидны то нахли это работает то есть всех нельзя расставить как пути да но при этом финансирование из федерального бюджета товари вот таких виктюков и еще кого-то вот когда данных господ финансируют из федерального бюджета если их финансируют то здесь мы имеем право поднять вопрос а на каком основании это делается понятно это здравый вот это мы здравы то есть каждый может поднять даже один человек может возбудить дело против большой массы негодяев это известно а на каком основании вот этим господам которые нам показывают такого рода медиа прежде чем к вопросам перейти еще такая реплика если мы считаем что с кем-то нам не по пути пускай они идут своей дорогой это конечно хорошая реплика мы можем не обращать внимания на кого-то но дело в том что они на нас обращают внимание и если они видят что мы идем в светлое будущее и хорошо они обязательно захотят в наш автобус прыгнуть вот в своем вонючем белье своими грязными ботинками своими матерными словами таким смердящим дыханием и так далее это примерно то же самое как не обращать внимания на соседа наркомана который то и дело норовит залезть к вам в окно когда у вас форточки открыты чтобы что-то стырить и продать чтобы в очередной раз уколоться или продать дозу вашему ребенку для того чтобы ему самому на дозу хватило здесь мы не можем вот так однозначно говорить давайте на них внимания не будем обращать некоторые мерзавцы на то и мерзавцы что они на нас обращают внимание даже если на них внимание обращать это то же самое как пиявка или комар мы на них можем внимания не обращать но они на нас обращают внимание им нужна наша кровь нужна наша энергия Пусть они идут своим путем, то есть как только их путь начинает комплектовать с нашим путем, с нашей личной, с свободой, с нашими способами собевращения, мы имеем право их, ну, в основе, не какой-либо рякции. То есть я, как говорил, идут своим путем, что мы не можем выкачивать всех на путь, который мы считаем, истинным, правильным, хозигательным. Вот. А если они начинают вмешиваться в нашу Христа, то мы вправе применить обохнованную дискриминацию, в том числе пути дискриминации привыкли к законам. Понятно, понятно. Хотелось бы сейчас уже к вопросам перейти, потому что вопросов тут накопилось, и надо на них ответить. Прежде чем к ним перейти, я поставлю музыкальную, ну, не музыкальную паузу, а отбивочку, для того, чтобы было понятно, что мы переходим к вопросам. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 28 декабря 2016 года. Среда по одному из старинных 18 день месяца белого сияния покоя мира, 7525 лета вторник. Должна ли литература воспитывать читателей? Об этом мы говорим. И говорим достаточно уже долго. Пора переходить к вопросам и ответам. Отвечать на вопросы будет Александр Владимирович Токунов и Николай Михайлович Захаров. Итак, первый вопрос поступил к нам из чата. Народное славянское радио от Владимира Азматича. По моим наблюдениям, молодежь вообще не читает книг. Зачем тогда обсуждать то, что пишут писатели с почти нулевой аудиторией? Жестко поставлен вопрос. Ну, я бы не сказал, что молодежь вообще не читает. Я бы сказал так, немного по-другому поставил плоскость, что это скорее не касается воспитания в семье, потому что все от негасмотра. И я считаю, что неправильно, когда первый навык чтения ребенок получает в школе. Именно получает в школьной программе. Ведь часто произведения, которые ребенку мало того, что не интересуют, в силу своего малого жизненного опыта, не может осознать, прощувствовать их полезность, я кого лучше слушаю. А в кучках лучшие произведения для ребенка просто безполезны. И все дело в том, что навык чтения, он формируется, централизованной системой нашего образования, в том, что в этой системе человек не имеет возможности выбирать именно ту литературу, которая ему могла бы быть интересной и полезной. С его точки зрения, как индивида, как ребенка, как разумного существа, скажем так. Мне кажется, вот сформировали человеку в школе навык чтения, напихали бы в его урок литературы всякую, непотребную литературу, или какую литературу, которую он не понял. И вот с каким другом человек получает это вращение к чтению. Я вот, например, прибегу моим наблюдениях, и мы учим человек к осложнему чтению, где-то приходит, ну в среднем, к 20 годам. То есть к 20 лет человек, как бы какая-то в школу, покупает МВЦ Круг, или в иное учреждение, или в прорывок выйдет, он только когда начинает чекать книги, начинает над чем-то задумываться. В худших случаях 25-20, в худших случаях 30 и позже. То есть все дело в системе обракования. И как я бы обратился к родителям, Читайте своим детям наши русские сказки, без сокращений, без агапкаций. Читайте детям сказки, ну не знаю, братьев Гриб, я бы особо выделил. Народные немецкие сказки, скандинавские сказки. Старайтесь обратить ребенка, для кого-то, чтобы ребенок полюбил чтение. Ведь это ведь дело такое, упустив, и потом восстановить все это будет весьма и весьма трудно. И школьная программа в этом не помощник, а даже и сейчас повредитель. Ведь неизвестно, какие учителя попадутся к моему ребенку в школе. Бог ли не действительно болеть за дело, Бог ли не действительно стараться, чтобы ребенок вырос из несторонней личности, получил оборудование и вышел в мир подготовленным и оборудованием человеком. Я думаю, опять мы возвращаемся в этом вопросе к семье. Ну вот я просто хотел добавить, если вы зайдете на сайт Литера, скажем, или на сам издат, на сам Лим, лучше даже на Литера, там более строгий учет статистики, и посмотрите, сколько, например, просмотров и прочтений ежедневно. У некоторых книг я бы, я не соглашусь с мнением нашего слушателя о том, что там, значит, нулевая посещаемость и нулевая. Нет, отнюдь. Там есть книги с сотнями тысяч просмотров, при том, что самих этих книг там тысячи, десятки тысяч. И их читают, их читают тысячи людей каждый день, даже вот на одном на этом сайте. Вот, поэтому я бы не сказал, что так уж прямо никто ничего не читает. Вопрос, что читают, это другой вопрос. Понятно. Идем дальше. Вопрос эфир от Данила. Здравия со ведущим. Александр Владимирович Николай Михайлович, по вашему опыту и мнению, назовите список литературы хотя бы из двух-трех книг, которые бы в потенциале своем могли передать все то лучшее, те лучшие добродетели человечества читателю. Благодарю за ответ. Ну, как решим с тебя? Ну, вы знаете, я... Такой вопрос, с одной стороны, простой, с другой стороны, наверное, сложный. Да, и я даже не рискну, наверное. То есть мне надо его обдумать. Ну, наверное, я бы назвал Руми, прежде всего «Масна Веруми». Для меня это очень важная книга, поэма о сокрытом смысле, она переведена. Есть перевод академический, выполненный в СПБГУ с санкт-петербургскими специалистами, востоковедами с персидского языка. Это двуязычные тексты и на персидском, и на русском. Но, опять же, читать этот текст нужно человеку... Его можно читать, там есть пояснения, которые, в общем-то, разъясняют все основные моменты. Но, конечно, человеку незнакомому с... скажем так, так называемой арабо-мусульманской философией эту книгу понять будет непросто. Ну, над еще двумя я, пожалуй, подумаю. Пожалуй, бы подумал, потому как... Здесь у меня есть несколько конкурирующих между собой позиций. Я, опять же, я еще раз скажу, что из этого списка я исключаю священные писания, потому что я не буду намеренно упоминать, потому что это отдельная категория литературы, которая... Ну, я ее не включаю в литературу как таковую, потому что это целая традиция. И чтобы понять тексты священных писаний, здесь мало их просто прочитать. Потому что просто прочитав, во-первых, их надо читать в оригинале, во-вторых, для того, чтобы, если они написаны не на русском языке, то, соответственно, как мы знаем, и Тора, и Евангелие, то есть они не были написаны на русском языке, Коран не был написан русском. Коран не был. Веды в оригинале, в оригинале своего русскоязычного, скажем, как аналога современных. Да, поэтому здесь надо правильно понимать. У текста всегда существует много интерпретаций, поэтому, опять же, я подчеркну, что эту литературу я из этого перечня исключу. Я говорю сейчас о художественной литературе. Наверное, я не знаю, что бы назвать на втором и третьем месте. Я, пожалуй, возьму определенную паузу. Передам слово Александру Владимировичу, пока он... Да, хорошо, Александр Владимирович. По крайней мере, пока я нахожу первое, что я регулярно пересчитываю, нахожу ли всякие-то новые мысли, даже сейчас, это как эдго, то есть какой некий, у них настольный кладезь мудрости, который всегда при мне, всегда в телефоне, то есть всегда нахожу ли какой-то аквейт, не исковарен для себя. Второе, что бы я рекомендовал, это, как мне кажется, книгу Сергея Карбышева «Нашледие», вот, посчитать ее, для кого-то, чтобы понимать, куда мы катимся, скажем так. Ну и, как бы, под завершение, я бы сказал, для формирования, ну, помимо упомянки, русских сказок, оригинальных, подчеркнул, Бех Агапкадзе, я бы упомянул книги Роберта Хальбатора, цикл «Темный эльф». Вот. Этот цикл, вот, если, допустим, Харфию Эду и нахледие может постичь не любой человек, хледие, то «Темного эльфа» постигнет даже самый маленький ребенок и шигает ему, наверное, лекции 7-9. Вот. Их могут вынести из этого цикла определенные моральные уроки, которые, как я думаю, помогут ему их бихать в жизни ошибок. как таковых. Вот. То есть, примерно так. Но, как я уже говорил, начинать, ребенку читать и приучать его чтение нужно как можно раньше. Вот. То есть, первые это сказки, читаемые матерью и отецом ребенку, а потом уже идет более серьезная литература из озвученной тройки произведений в том числе. вот. И мне кажется, что охвученные мои произведения не могли бы быть полегно всем без как бы учитывания их в глядов комреги, в их политических. То есть, это просто некая мудрость и, может быть, некая пригостение хэнни. Как привести хэнни в глупальном ключе, так и в боковых вещах. То есть, что ближе человек проблем с этим так. у меня просто на ум пришло две книги. Да, то есть, если, например, Маснави, выше мною помянутая, называют Кораном на персидском языке, то, например, книгу Толкина «Властерин колец», всем известную, то есть, она является художественным переложением библейских сюжетов, библейского сюжета, жертве и спасении, в общем-то. Поэтому вот эта книга, я считаю, в принципе, тоже она, ну, во-первых, я, например, читал, я не могу сказать, что я все «Властелина» прочитал в оригинале, я читал «Сильмарилион» и некоторые отрывки из «Властелина колец», просто, к сожалению, пока я начал все перечитывать в оригинальном английском тексте, но не все остановился там где-то в конце первого тома и пока еще не дочитал все именно вот в оригинальном варианте. То есть сам язык, во-первых, доставляет удовольствие, да, особенность, хотя и перевод у нас хороший сделан, но в оригинале, конечно, тоже, если кто знает, очень доставляет наслаждение. Это не тот упрощенный там и английский, который там, а это действительно богатый язык, и видно, что человек владеет как, в общем-то, языком, так и многими историческими знаниями, познаниями в культуре, в древней культуре и кельтских народов, и северных народов, и так далее, потому что все предания, они были им переработаны и нашли отражение. Ну и вот вышла еще одна книга, это цикл вот Анджея Сапковского «Ведьма». Да, я, к сожалению, опять же, читал только на русском, не читал на польском, хотя я по-польски могу понимать, но для меня читать это требуется усилие, там, со словарем требуется специфический язык, там, окончание, падежи, там, от русского сильно отличаются, поэтому вот, ну, я думаю, что я перечитаю на польском когда-нибудь, вот, поэтому, наверное, вот эти книги. Хорошо, хорошо, идем дальше, а дальше пришел вопрос, сейчас, чтобы мне не пропустить, про книги поговорили, да, вот этот вопрос в эфир от Юрия из Бреста. Хотелось бы услышать мнение ведущих, как могут юные читатели понять чувства и переживания, вложенные в книгу умудренными жизнью мужами? И в этом ключе целесообразность преподавания в школах трудов Толстого, Достоевского. Не влечет ли непонимание детьми подобных трудов к отвращению их от литературы? Кстати, вопрос очень интересный, а в частности касаемо трудов Достоевского, в частности. Этот вопрос, я не знаю, насколько он поднимался на уровне образовательного сообщества, учительского, скажем так, когда, но у меня жена филолог, и мы с ней обсуждали данный вопрос, и она склонялась к тому, что школьник не в состоянии понять Достоевского, для него это становится просто тяжелым чтением, или для... Вот недавно я общался с учителем как раз русского языка и литературы, и мы с ним обсуждали как раз войну и мир, или Анну Каренину. Человек для школьника это просто становится некой такой абузой, неким обязательством, которое он должен во что бы то ни стало выполнить, и он просто каким-то объектом отвращения его становится, и более ничем, зачастую. К сожалению, я сам с этим столкнулся, сам с этим столкнулся, вот. И... Конечно, я думаю, что Достоевский по крайней мере, Достоевский по крайней мере это, конечно, не школьный автор. Это не школьный автор. Дайкалу школьку еще, Лев Николаевич. По камушку бить, школьку могленный леками скарц. Скарец. Он может писать и для детей, для буквы, для правов, чтобы, конечно, у самого маленького человечка было понятно, о чем он писал. Но ведь Толстой и Достоевский те произведения, которые включили в школьную программу, они писали и для детей, и даже не для погроз, скажем так. И мне кажется, в школьной программе возрастная категория, она не ущипывается. Вы знаете, у нас просто в России вообще традиция образования, она такая, что в студентов, в школьника все равно пытаются вложить знания, которые граничат вообще с физическими возможностями человека запоминать. Вот даже в Брате есть юридический факультет МГУ. Например, юридическое образование во Франции, потому что я, например, сейчас вот учусь, изучаю французское право по французской методике. французы, они не дают столько материала, сколько у нас, они дают материала столько, сколько ты мог понять основные моменты. А дальше они заставляют тебя мыслить и аргументировать свою позицию. И оценивают они, исходя не только и не столько из-за знаний студента, хотя это тоже важно, сколько из его способности вычленить главную проблематику и ее, соответственно, разложить на тезисы и эти тезисы аргументировать грамотно. То есть, вот это логическое построение письменной работы, у них, в отличие от нас, экзамены не письменные, не устные, а письменные всегда. И всегда четкий план должен быть. Если у тебя нет плана, оценка будет, даже если много знаний очень. То есть, главное, это план, логика и аргументация. У нас, к сожалению, не хватает методологию образования. Вот опять же, читать. Как читать? Вот у нас учат в школе, как читать. Есть же целые методики о том, как читать, как быстро читать, как, например, воспринимать текст. Методики восприятия текста. Так, чтобы читать текст внимательно, обращая внимание на основные моменты, но в то же время быстро. Вот. И это, кстати говоря, не только зарубежные методики, это и наши методики, наши специалисты. Но в школе этого не преподается. И дети зачастую, взрослые люди зачастую читают текст, проговаривая его Это вообще детская методика чтения Поэтому они читают очень медленно Чтение доставляет им огромное неудовольствие Поэтому они не читают либо мало, либо не читают ничего Потому что они не умеют читать Вот в чём проблема Они не обладают методологией, методом, понимаете? Согласен, есть такая проблемка Дальше идём? Да Солнце задаёт вопрос в эфир Александр Владимирович Николай Михайлович Каковы ваши литературные предпочтения? Назовите пару-трой книг, которые, как вы считаете, было полезно И важно прочитать, поясните почему То есть отличается от предыдущего вопроса тем, что Тем, что более такой развернутый, более широкий Мне кажется, мы уже ответили просто Да, но если ничего добавить, то идём дальше Да, давайте, наверное Чтобы времени тратить, да Потому что сейчас можно опять же И это хорошо, и это хорошо Вопрос эфир от Вингтора Здравия, Александр Николаевич Можете пояснить, отчего в вашей книге «Смута в Москве» Да и в диалоге Александра в серии «Чистилищ» Такую главенствующую роль, что ли, роль в повествованиях занимают персонажи, исповедующие религию ислама Ну, значит, наверное, я бы не сказал, что эти персонажи занимают главенствующую роль Ни в моей идеологии про это «Чистилище», ни в «Смуте в Москве» Ведь многие, как бы обращаясь внимание, что, например, в «Хмуте» начинаются повествованиях героя «Мухольманина» Майкла Дюрана, он же «Мухольмская кометия» Вот, и почему у всех и бывает, что есть какие-то обещательные русские герои Сергея Сергеевича Хтоцкий, как Халиметев Александр Николаевич Почему-ка об этих героях люди и бывают И, скажем, как и в «Мире-Чистилище» и в «Мире-Доктерины» Главенствующая роль, ну, опять же, в кавычках Ихламской культуры Она была обохломлена определенными факторами, о которых мы говорили Ну, о чем мы не говорили Например, в «Чистилище» там Палагира населения бункера Это иранцы Вот И полковник Василь Радио-поживной клён Он принимает ряды законодательных мер Чтобы не допустить именно кровосмешения Мерасовых браков на территории бункера То есть клён Несмотря на то, что он является сам по вероиспоиграним мусульманином Всего определенных из них причин Он, как бы, старается сделать так, чтобы не было всё в мире окрасано одним цветом Вот То есть почему-то я заметил, что мне, да и, в принципе, Коле тоже Ихлам, скажем, как в вину Но при этом не замещают, что у нас есть по их видению Не только мусульмане Не только там представители ихламской культуры Но и представители иных культур, которые играют немаловажную роль Часилища все Абсолютно забыли про Гмитрия Локтовича Хрублева Вот И Скажем так Подводя итог роли хлама В данных про их видениях Обухловлено объективными Абсолютно объективными Ха-хай точках зрения Большими Я просто добавлю, что, на самом деле, персонажи, да, мусульмане Это, в принципе, достаточно редкое явление для нашей художественной литературы По именно фантастической, да Ведь я там не буду вспоминать Хаджи Мурат Ну да Вот И там поэк Квайзи Кушкина, да Который там подражание Корану Хотя у нас, так сказать, он немало изучал Немало увлекался исламской культурой Ездил там по соответствующим, так сказать, местам Даже его южные вот эти вот поездки Вот Его там вольные переводы некоторых аятов Да, там Даже, так сказать Поэтому Я говорю о современной фантастической литературе Поэтому, когда такие герои появляются Это вот на них, так сказать, обращают внимание Хотя, в общем-то Мы, опять же, уже Саша об этом сказал И о прошлом, когда мы говорили о концепции доктрины Там Это обусловлено Обусловлено определенными обстоятельствами Скажем так Роль Вот этой вот организации Если брать Исламской организации Международного сотрудничества Ну да, пишется вот у ее сотрудники Которые там работают в России Вот Но, тем не менее, опять же Немалую роль там играют И русские герои В принципе Многим даже Людям, относящимся К смуте К смуте отнеслись критически Не в силу этой причины В силу других причин Им понравились описания Плашереметьева-младшего В конце особенно И Стоцкого То есть Эти персонажи показались им колоритными Вот То есть не лишенными Не просто персонажами функции Функциями, которые ходят И вот что-то Или, например, Молчанов Там Юрий Гаспарович Да Не будем забывать о таком персонаже Вот Тот же Вырубаев Или Кайгородов Да Который, в общем-то Мне кажется Показан Их, скажем так Определенный внутренний мир Или его отсутствие Вот Оно там нашло свое Нашли свое отражение Даже больше Чем внутренний мир Главного героя Казалось бы Главного героя Да То есть Поэтому Тем более Что проблематика Именно теологическая В данных произведениях Она, в принципе Насколько я знаю Цикл учителя И смуты Она на данный момент В смуте в Москве Она отсутствует Она, возможно, будет Подниматься там Но Это не произведение По теологии Это художественные произведения Поэтому В связи с этой спецификой Мы не собирались И не собираемся Прямо Концентрировать Вот На Богословских Там Каких-то дискуссиях В исламе Или Еще где-то Мы будем говорить Об этих вопросах Но Это не главная цель Наших произведений Потому что Они все-таки Относятся к художественной Литературе Понятно Ответ ясен Идем дальше Вопрос в эфир От Владимира Изматич Вот на днях Был похожий разговор Но Про фантастику Но я не смог Донести точку Своего зрения Потому что Не был придуман Хороший пример Сейчас Например Пример Придуман Поезд В котором мы пассажиры Пассажиры Сруждают о том Что если заменить Проводницу Машиниста Или начальника поезда Поезд приедет В другой пункт назначения Чушь Поезд едет В тот же самый Пункт назначения Куда проложены рельсы На основе этого примера Я строю мысли Хотя писатели Того или Хотят писать Того или нет Но они своим трудом Ведут читателя В тот пункт назначения Который вполне определен Получается Что бы не писали Эти писатели Общество идет Своим путем Так это или не так? Ну я бы сказал Что это не так Иначе Если Подумать Что это так Мы можем Короче Все Предопределено Кем-то Или Всевышний Или Куководами Океанскими Или Богами И предками Нашими Кому как Больше Погуше Мне кажется Не нужно Скакиваться Покалить Что все Предопределено Иначе Мы можем Просто Ручки Ножки Свесить И ехать В этом Фигуральном Вороха Из поезда Ну вот смотрите Я приведу Примеры Нашему дорогому Владимиру Понимаете Я могу Я еду на поезде Москва-Грозный Я могу Выйти В Ставрополь Там Я не знаю В Ростове-на-Дону В Моздоке Вот Я не знаю В Аргуне Или в самом Грозном Понимаете Это Во-первых Мое волевое решение Покупать этот билет Да или не покупать Понимаете То есть Если я покупаю Так сказать Я покупаю До определенного Населенного пункта Потому что Наверное Я хочу до него Доехать Чтобы что-то там Наверное Да Сделать Что-то Там Навестить Кого-то Или Или нет Понимаете То есть Или я например Покупаю На поезд Соответственно Там Москва-Назрань Да И потом Еду до Грозного На Такси Да Вот Что гораздо Быстрее Чем ехать На поезде Москва-Грозная Кстати сказать Вот То есть Или я лечу На самолете Понимаете И вопрос Тоже Докуда Владимир Видимо Хотел сказать Что эти Самые Рельсы Есть Некая Проводная Нашему Общесную Система Некий Путь Развития А Проводница И Исказывает Махинист Начальник Поезда Это Есть Некие Властимущие Скорее Фигуральный Пример И Как мне Кажется Как Николай Начал Правильный Пример Поезд Можно На любой Станции Выйти Можно Ветти В том Как Пусть Мифическом Поезде Ложать На Куб Кран Так Или Иначе Потянуть Рычаг Если Ты потянешь Рычаг И Тебе Не придется Менять Там Проводница Начальника Поезда Или Махинистов Другое Дело Что Как мы Махи Говорили Каждый Не Второй А то Каждый Первый Начальника Поезда И Как Говорится Легать Все Вопросы Утих Легов Не возникают То есть Мне Нажится Человек Волен Выбирать Я Лич Мне Больше Нравится Картинка Какая Человеческая Жизнь Это Лоберит Есть В точках Карта Рождение Есть В точках Верхъед Смерть И Человек В этом Убилинке Может Микаться По стенам Круга Сюда А может Выколоть Себе Молок И этим Молком Пробивать Стены И Приходить К иным Врядам Решения Проблем К иным Каким-то Поворотам Своей Жизненной Тем Которые Ему Как бы Кажалось Были И решения Уготован Опять Повторю Огрыш Шевеха Поведи Еще Каждый Хам Кудет Свою Дел Вот И В силах Человека Выковать Молок И пробивать Эти хабы Стены Какой Ему Кахались Прилегкостью Худьбы Вот Александр Владимирович Токунов Это Яркий Пример Между Прочим Именно Такого Подхода Потому Как Он Является Моим Бывшим Студентом Я Так Скажу По Секрету Вот Поэтому Я Знаю О чем Говорю Потому Что Поэтому Я Думаю Что Вот Концепции Тотального Детерминизма Так называемого Предлили Ну Господи Как это Русские Такие Чести Хорошо бы Хорошо бы Понять О чем Речь Вот Ну Концепции Философские Философские Концепции Которые Говорят О том Что Все Предопределено Там Волей Бога Судьбой И тому Подобное Они Присутствовали Кстати Во многих Религиозных Течениях Наверное Во всех Они были И В Христианстве И в Исламе В частности Честно Честно говоря Мне кажется Мне кажется Что эти Концепции Они Противоречат Природе Вещей И Это Определенного Рода Фикция Это Определенный Род Уход От Уход Человека От Своего Долга Понимаете Вот вы Говорите Что писатель Что бы он Не говорил Он там Никак не повлияет Понимаете То есть Как бы Одно слово Оно уже имеет вес А Сказанное Слово Вовремя Оно может Его эффект Может там В сотни Даже в сотни Тысяч раз Усилиться Понимаете И Это может Изменить Многое Поэтому Если ты можешь Говорить И ты хочешь Говорить То Уходить От этого Я считаю Нельзя Не только По причине Того Что человек Будет Лениться И будет Терять Какую-то Возможность Но и он Будет уходить От долга Потому что Любое слово Это не только Право Но это еще И обязанность И ответственность И зачастую Юридическая Ответственность Как мы с вами Уже говорили Потому что Слова могут Истолкованно Быть Совершенно По-разному Там Ну Понятно О чем идет Речь Поэтому В общем Вот так Вкратце Хорошо Елена 777 Вопрос в эфир Расскажите Пожалуйста Немного О самом Процессе Написания Книги Как происходит Сама идея Книги Как приходит Сама идея Книги Как идет Подготовка И вы пишете Когда приходит Вдохновение Или просто Каждый день Как Толстой Ну Пока Начну Я Вот Я не могу Сочетать О моем Личном Процессе Приходит Мы с Холей Пишем Вместе Приходит Некая Идея Приходит Некое Название Может быть Даже сюжет Как О каких Событиях Лицах Персонажах Ключевых Их Судьбах Потом Мы все Это Продумываем Все Это Обговариваем Вот Сейчас Сюжет Меняется Становится Более Декализирован Ну Вообще Наш Подход Что Писать Нужно Скоро Каждый День Вот Хотя Б По Несколько Срок А Утре По Несколько Ключевых Наг Вот Хотя Тех Перерабатывается Есть Вот Как У меня Например Их Неких Моих Болезней Кризис Вроде Кажется Вот Не Писаться Во всем А Писать Надо И В итоге Варко Себе Преодолеть И Ходиться Написать Потому Что Идеи Есть По Идеи Но Одной Идеи Мало Ну Вот Мы С Сашей Как бы Мы Написали Совместно Первую Как бы Книгу Да То есть Хотя Там Стою Автором Я Ну В связи с тем Что я Большую часть То есть Я делал Большую часть Подавляющую часть Работы Борху и шестер Да 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 Вот И Как бы Но Мы Как бы Нашу работу Систематизируем То есть Если смута Она была написана В таком Экспромте То есть Она переписывалась Несколько раз Около четырех раз Переписывалась За три года И Это К сожалению Привело К некоторым Недостаткам Данного Произведения То В последующем Мы конечно Нашу работу Постарались Систематизировать То есть Мы Стараемся писать Подробный план Развернутый Произведение С акцентами На Те моменты Которые должны быть Ну Раскрыты подробно С акцентами На какую-то Морально-нравственную Проблематику На раскрытие Каких-то черт Персонажей И так далее То есть Чтобы Произведение Было не просто Описанием Каких-то событий Которые там Происходили В прошлом Или в будущем И все А несли какую-то Ну Нравственную нагрузку Какую-то Эмоциональную нагрузку Вот Чтобы Вот Чтобы Как-то избежать Вот тех Ошибок И исправить Те ошибки Которые были Сделаны Которые были Те недочеты Которые были В смуте Вот То есть Сейчас у нас Подход Вот такой Сейчас мы В общем-то Пишем В малой форме С Сашей Будем писать Но у нас уже готов В общем-то Синоксис По новому Произведению Крупному Вот Но Нам надо Скажем Крупному Произведению Подготовиться Подготовить Себя Как-то Гухонно Морально То есть Нагово Чтобы это Произведение Не повкорило Тех Ошибок Которые Мы сделали В смуте Вот Ну Как бы Опять же При этом То есть Я как человек Ну Который Там И Саша Мы пишем С ним Немало Он пишет И по науке В общем-то Как бы Да То есть Немало Конечно Есть определенные Сроки То есть Например Произведение Где-то В 400-450 Тысяч Знаков Оно Пишется Где-то 3-4 Месяца Не больше Должно Писаться Если оно Затягивается Больше Это как бы Уже Ну Значит Что Работа Затягивается Оно И нужно Это Исправлять Вот То есть Норма В день Где-то Ну 12 тысяч Знаков То есть Средняя Страница Это 4 тысячи Знаков Там 3-500 Четы Иногда Бывает 3-500 Одиннадцатым Шрифтом Если Ставим С Нью-Рома То есть В принципе Ну Понятно Что кто-то Напишет Больше Но Я Например Лично Больше Чем 12-15 Тысяч Знаков Осмысленного Текста В день Написать Не могу Ну А Я добавлю Тут ведь Писатели С полной Жаникостью Или Опять Если Говорили Современным Благодарским Фуллтайм Пихателем Которые Ничем Не занимаются Кроме Как Написанием Проявления Мы С Николаем Не являемся Фуллтайм Пихателями У нас Есть работа Юридическая Правовая У нас Есть определенная Часть Нашей Научной Деятельности Научной Работы У нас Есть Дела Семей То есть Я хочу Деньги Рабатывать С ним И мы Не являемся Пихателем В полной Жаникости Если мы Не живем Пират Как говорится Мне кажется Что подход У нас Александр Владимирович В этом смысле Концептуально Он верный Потому что Писатель Должен Иметь Определенный Жизненный Опыт На стороне Что называется Потому что Если он Пишет О том Чего он Не знает О том Чего он Ничего Понятно Что мы Не можем Успытать Всего Мы не Можем Стать Солдатами На войне Мы не Можем Это Но если Мы не Живем Реальной Жизнью И не Живем Реальными Проблемами То мы Превращаемся В Таких Фантазеров Ну да Которые Жизни Якобы Фантику Описывают То что Они На этом Фантике Увидели Гору Агарат Там Лох Ходей На Вогопои И все Прочее Верблюгов Пирамиды Да еще Что угодно То есть Можно Ведь Писать И как Хотя Например Вот Агата Христи Которая Писала Богощей Паралисова И буквально Укопая В своих Фекалиях Сюжек Своих Романов Она Писала Эти романы Очень хорошо Может быть И какой Подход Имеет Право На существование Но Агата Христи У нее Как сказать У нее Особая Секвация И Ее Сила Духа Позволяла Ей Писать И вот Именно В каком Лежиме Ну а Писать Человек Он должен Хоть По Цель Христи Мне Как Думается Ну просто Если например Вот сравнивать Читая Я недавно Прочитал Книжку В интернете Начал читать Коррупция Называется На After Today Женщина Которая Работала В Англии И конечно Так как Она Работала Юристом Или Каким-то Там Сотрудником Каким-то Менеджером Как это сейчас Модно Говорить В тех Элейных Сферах Она Знает И об английском Судопроизводстве И об английском Документооборота Государственного И о работе Английской полиции Гораздо больше Чем знал бы Человек Понимаете Который читает Интернет О книге Она знает Некоторые Такие Слова Из лондонского Сленга Которые Мы не знаем Поэтому Ее интересно Читать Помимо того Что там Сюжет Продуманный Сюжет Поэтому Наверное Вот так Позиция Понятно Теперь Расширенный Вопрос От Олега Из Иркутска Здравия С ведущим Ложная Литература Была на протяжении Тысячи лет Как минимум Взять Допустим Толкование Истории Руси Как например Произведение Карамзина Костомарова Или современного Автора Резуна Ну да Резуна Суворова В кавычках В скобках Суворова Или известного Ведущего Писателя Мулечина Врут по полной Программе Не говоря уже Про Нестера Литописца И других Предвзятых Христианских Писцов Но уважаемый Александр Николаев Вы же наверное Прекрасно понимаете Что общество Любого народа Формируется В зависимости От его Мировоззрения Духовного восприятия Мира Ведь если Общество Не раздвоено Социально справедливо В основных Моментах И во главе Его избран Человек из народа И народом И знания О прошлом Хранятся в каждом Роду То и люди Осведомлены В таком Разе О своей истории Не будут уже Говорить Что продолжительность Жизни Было в разы Больше Чем в данный момент И преемственность Знаний Не терялась Не считаете ли вы Что причина Воспроизводства Кривды И лжи В любом Из вариантах Это всего лишь Отражение Существующего Государственного Строя И общего Общенного уклада В обществе А также Нежелание Критически мыслить И проводить Исследования Прочитанного Многих Читателей Вот так как Написано Читаю Ведь если Мы вернемся К своим корням К обычаям Прачеров И будем жить По заветам Богов и предков И вскроем Родовую память И увеличим Возможности Мозга И другие Способности Восприятия мира То и обмануть Таких людей Будет невозможно Большими буквами Благодарю Ну вот просто Знаете Вот вопрос Знаете Понятно Что Но я думаю Что Карамзина С резуном Ставить Мне кажется В одну Саш В одну Это было бы неправильно Но я бы сказал Как бы Как действительно Историков Приведенных Историческим Кривды Или какого-либо Точка зрения По какому-либо Вопросу Являются люди И крипта Та самая Она прерывает людей Вот когда я писал Работу Свою Дипломную Выпускную О Агвакатуре В году Винократич Мне говорили Что мы Вы Мол Не найдете Материалов Материалов По какому-либо Пилю Дудни А я взял Пошел В Российский Горьбах В Иерархив 15 минут Их я Я подчеркиваю 15 минут Не надо ехать В Сибирь Не надо ехать Не в Украину Не нужно Копать Архивы НКБД Там Все есть 15 минут Почему Я 15 минут Проехал Эти материалы Нашел А скажем Как более Ахкарские мои Научшие Коварищи Коллеги Говорят Что материалов Некто Поэтому Горьбов Чтобы избавиться От кривни От лухи Мой Пошел Все Ищущие Идите В архивы Копайтесь В архивах Не считайте Интернет Не считайте Кто что пишет Вы Формируйте Свою Точку Холедия Не входя Из Точки Холедия Уже Имейте Взгляд На определенный Вопрос Да И вот Хотелось бы По поводу Костомарова С Карамзиным Я думаю Что их стоит читать Так как это Классика Российской Истории Историографии И хотя бы Из-за этого С ними стоит Ознакомиться По поводу Повести Временных лет На самом деле К этому труду Да Он является Источником Многих Фактов Но Надо понимать Что даже В научной Парадигме Современной К нему Относятся Достаточно Критически Признается Что у него Там было Несколько Редакций Причем Редакции Отличались Политическими Различного Рода Наклонностями Перепищ Насколько я Помню Историческая Наука Этого Не отрицала Современно Далее У нас Когда говорят Что было Какое-то Время Когда Знаете Жили Я Просто Мы Значит Хорошо Когда Мы будем Жить Там По заветам Кривичей Родимичей Вятичей Какого Из племен Славянских Мы будем Жить Которые Между собой Грызлись Враждовали А потом Даже Под угрозой Значит Монголо Татарского Вот это Вот это Самое Они Не прекращали Враздавать Между собой Там Убивать Друг друга Вспомним Вражду Москвы И Твери Понимаете Там Князя Михаила Тверского Который Был Скажем Так Предан И убит Вот К сожалению Реальность Историческая Она Говорит Нам Немножко О другом Что Не было Никакой Древнеславянской Утопии Во всяком Случа Фактов По крайней мере Не было Его Хребяков Веку И К восьмому Девятому Веку Все у нас Было У меня лично У нас С ним Задумка И у Моей Жены Вот Издать Полное Ну Максимально Полное Собрание Сочинения Русских Народных Сказок Потому Что Сейчас Как Буквально Несколько Там Сказок Которые Скажем В обиходе А все Остальные Неизвестны Оказывается Что во времена Сталина Составлялись Сборники Этих Сказок Они Есть Вот Моя Жена В архивах В библиотеках Знакомилась С этим Она просто Филолог А всем остальным Это не особо Интересно То же самое И с Археологическим Наследием Древней Руси В том числе До христианского Периода Вот Рыбаков Там занимался Где-то чем-то Его правда Критикуют Страшно Но он Занимался Этим вопросом Занимался У него есть Достаточно Ну Писал работы Какие-то По данному Вопросу А Так-то В общем-то Я вот Ну Я просто Не эксперт По данному Периоду Но Нет Я не видел Большого Энтузиазма В проведении Раскопок Например И периодически Когда там Строят Какой-нибудь Торговый Комплекс Или Что-нибудь Реставрируют Там находят Какие-то Артефакты Приезжают Археологи Их значит Увозят Опечатывают Увозят В музей Либо в хранилище И потом В общем-то Людям-то Особо До этого Дела Никакого Нет Я не видел Там Очередей В архивах Которые Хотят Люди Ознакомиться С Изображениями Или с этими Артефактами Они где-то Появляются На выставках Но людям Это особо Не интересно И ведь Не все По хракозникости По какому-кому Кому-кому Не очень Жалых Людей Прячется Ведь Много Лежит в архивах В открытых Дорожках В запастниках Бузейках Никто Это не ходит Никто Это не смотрит Не ходит В эти Запастники В эти Архивы Постороняя Интересно Инкретного Человека Я В интернете Чекал Много Скотей По Слово Наследию Интернет Слово Сохать У меня Появился Негавно Нормальный Только В 2060 Году Все остальное Время Я мог Сохать Убеж Интернета И вот Я начал Копаться На эту Тему Приводится Кам У Ведишеской Руси Скажем Как Некие Скоте Ошывок На Источники Откуда Взято Конкретное Укверседение И даже Порой Кем Эта Скоте Была Написана Хоть Не знаю Там Выбышленное Имя Иванов Иван Иванович Собрания Сочинения Некого Ничего Нет То есть Кочуют Скажем Скотеечки Разной Степени Достоверности По интернету И Я боюсь Что для Кого Чтобы Подпекать Свой Разум И Своё Разумное Мысление Этих Скотеек Не хватит Нужно Копать Самому И Самому Формировать Свои Богоснания Уже Исходя Из этого Из Своего Внуков Убеждения Из Того Что тебе Говорит Твоя Кровь Судить Правильный Лег Экознание Либо Экокривда Ложая На веки До наших Предков Скажем Так Тут ведь Нужно Понимать Что Великую Скажем Как Славянскую Империю Мы Сами Не Свергли Каково Состояние В котором Она Казалась В 8 9 Веках И Это Скажем Как Больно Осознавать Соснатия Ганада Что И Крещение Руси И Все Остальные Негативные Последствия Церковный Раскол Смутное Время Это Все Не само Собое Возникло По Верению Врагов Как Было Скажем В одном Очень Хорошем Фильме Что Вы За Народ Такой Если Вы Скажем Легко Своевать Поэтому Человек Должен Сам Стоять Твердо На своей Земле И Сам Формировать Свою Богоснание Вот И Точка Сейчас Вот Я Выхаживал Вопросы Мы Сейчас Дискутируем О том Как Было Как Было Как Говорит Тот Прав Этот Не Прав Но Мы Ведь Должны Не Говорить Такого Что Было Мы Говорить Такого Что Есть И Строить Своё Богоще И Ходя Из того Что Мы И Моих Можем Пократить Столетия В Разговорах В Этих Дискуссиях Непонятных Мне кажется Лучше Быть Конструктивными Да Да Хорошо Идём Дальше Вопрос Эфира От Олега Зиркутска Известно Что Ложа Это Поверхность И Отсюда Лож Это Лживая Поверхностная Информация Которая Если Безусловно Имеется В каждом Произведении Умышленно Или По Незнанию В результате Занесённому На текст Как Мне И Другим Людям Читая Например Ваши Произведения Отличить Возможно Существующую Лживую Информацию Ведь Вы же Не будете Тверждать Что Ваши Версии Истина В первой Инстанции Ну Я бы Всё-таки Лож Бы Определил Как Ту информацию Которая Не соответствует Действительности Которая Всё-таки Именно Умышленно Человеком Вносится Михаил Михайлович Здесь надо уточнить Здесь вот на самом деле Если мы русские люди То надо понимать Что есть кривда То есть искривлённая Умышленно искривлённая Есть неправда То что неотправие Есть ложь То что поверхностно Здесь я согласен Слово ложа Потому и отвечает Поэтому Вот у нас просто Стереотипы вбиты И мы как-то От русского языка ушли Мы очень Как-то додумываем Поэтому Наверное кривда Вот то что вы имеете ввиду Это кривда Скорее всего То что умышленно Извращено Кстати Извращено Это тоже Направить или в другое направление Ну Соответственно Просто Ну У наших произведений Во-первых Наши произведения Они носят фантастический характер И там специально приписано Что все Обстоятельства И персонажи Выдуманы Случайные совпадения Да Возможны Да Поэтому Соответственно Только Как Каждый считатель Волен Рисать И мыслить Для себя Что выдумано А что не выдумано Прежде всего Он сам себе Говорит Сказать Что тут Есть вымысел А что есть правда Это равно Как и Анализ Всех источников Мирилка Собственное Сознание Кое у тебя Как бы Человека есть Вот И Как говорится Лох Не лох Потому что Если мы скажем Например Что мы В этой книге Сладаем факты Вот Эти факты Если мы Подтвердим Они могут Нам Не очень Хорошо Ухнуться Скажем как Как и все Поэтому Мы говорим Ведь о фантастической Литературе О фантастических Мирах А что Орга А что Истика Как И пусть Читатель Лихает И выбирает Для себя Храм Ну в общем Да С поправкой Надо С поправкой Читать Рассказы И произведения Потому что Там написано Фантастик Слово Фантастика Это То что Может быть А может И не быть Ну да Да Поэтому поправку Необходимо делать Это поэтому Вопрос Я тоже Так Не совсем Понял От Олега Если говорить Допустим О моих Искольческих Тругах О работе Коли По Японии Периодом Идзи То мы можем Говорить О фактах Каких-то Архивных Материал Вот Туда Вот А фантастика Говорить Ох Так Или не Ох Кривый Или не Кривый Нельзя Это фантастика Вот Фантастика Выдуманные Мерой Боже Сказать Хорошо Ответ Понятен Елена 777 Вопрос Эфир Почему И как Вы стали Писателями Мечта детства Преемственность поколений Или еще что-нибудь Ну Почему и как Вот Коля Ох 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 Я всегда Хотел Ох 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 писательство, оно возникло как? Мне всегда хотелось что-то людям показать. И вот писать я начал, наверное, с 2003 года, когда мне было, ну, скажем так, лет 12, наверное, первые рассказики. Начал писать. И вот, впоследствии, это выросло в то, что мы имеем сейчас. То есть более семи опубликованных романов, там бесчетное количество маленьких рассказов. Еще переводы были со всеми. Ну да, про переводы я хотел сказать. Которые там потом почему-то... Ну да, переводы по игровым вселенным Warcraft, Scarcraft, которые у меня мои коллеги-переводчики предпочли напишать коллектив авторов. Не буду называть сейчас Хайков. Все, кто к этому был пришественен, они никак поймут. Вот. И мои переводы, их цикл Вселенная Дэл Хэкс. То есть в переводе на русский язык Бог Ир. А Бог из чего? Это уже красный читатель Рэхы для себя Ха. Вот. В общем, книги, переводы теперь твоя очень спокойна. Ну, у меня просто не такой богатый, наверное, так сказать. Наверное, у меня-то кроме смута больше таких пока работ... Ну это понятно. Вопрос, что сподвигло? Почему? Ну, сподвигло, я не знаю. Как бы сложно сказать. Это, наверное, такое рациональное... С одной стороны, иррациональное желание. С другой стороны, как вот уже мы говорили, да, там на вопрос Владимира, да, хочется сказать свою позицию по отношению к тому, что происходит. Я уже отчасти говорил об этом в первой передаче, что когда, ну, то есть я хотел как бы суммировать всю ту критику к современному мировому порядку, которая и политической его стороны, и экономической, которая накопилась вот за это время. Вот. И попытаться найти какой-то выход из этого. Вот. Опять же, не утопический, а какой-то более или менее реальный. Но так как это всё-таки не это размышление обывателя, обывателя, не учёного, поэтому они были обличены в форму фантастики. Потому что если бы они не были обличены в эту форму, то они бы тогда рисковали бы быть дилетантскими и недостоверными. Или не Бехопаха, ещё один вариант. Да. Вот. Поэтому они были обличены в форму фантастики, которая позволяет создавать, а не просто говорить о неких вещах, которых там нету, или о тех людях, которых не существует. Они позволяют, вы знаете, как эксперимент физики, да, вот, например, когда какая-то ситуация, например, идеальный газ, там, говорится, да, или те, вот, там, или так далее. То есть, на самом деле, никакого идеального газа не существует там в природе, мы понимаем, да, но в процессе вычислений и расчётов физических такие термины, там, идеальная жидкость, да, они используются. Идеальная куба, если химию брать. Они используются, и они имеют свой практический выход. То есть, это не просто вот какое-то понятие, которое существует там ради самого себя, оно используется в конкретных физических вычислений, которые имеют конкретную физическую, которые имеют конкретную научную ценность. Так и здесь. То есть, этот инструмент позволяет создать, позволяет провести эксперимент, где все значения всех переменных мне известны, в отличие от реальной жизни. И от реального мира, понимаете? Понятно, что этот эксперимент, он субъективен. Понятно, что те значения, которые максимум переменным передаётся, они субъективны. И насколько ценен такой эксперимент, это решать читателю. Здесь в чате уже множество литературы было выложено, Александра Токунова, с ссылками, где можно прочесть. Так что те, кто не в чате, завидуйте. А лучше не завидуйте, а просто заходите, дочитайте. Вопрос эфир от Жени Макаровой из Риги. Я выросла на классике и сына так воспитала. Сегодня я точно уверена, что можно вырасти на Александре Сергеевиче Пушкине. И этого вполне достаточно всем. Школьная программа СССР учила писать сочинения. Разве не это самое важное для развития личности? Своё мнение. Вот чему надо учить. Разве не так? Ну, мы, я думаю, стоит разделять школьную программу и учителя, либо наставника. У нас, ну, у Коли, может быть, было по-другому, Коля, это себя сам скажет, но у нас, в СССР, было параллельно две системы образования. То есть были родители, бабушка, когда-нибудь дед был, и вот они нас всех учили, как щекать, что щекать. И была, скажем, как государственная система образования. Вот. И у нас, вот эта государственная система для учителя были хорошие. Моя бабушка в школе была учительница математики. Вот. Учителя были неравродухи, и в семье было образование. То есть мы скорее вот неравродухих людей, всех обисек, от воспитания в семье, а не от школьной программы. То есть школьная программа может быть выскорена замешательно. А вот людей, которые действительно говорили образование работать в школе, их может не быть. И вот, может быть, я хреней не могу согласиться, что Александр Сергеевич и Пуркина, да Ханышка. Мне кажется, это неправильная позиция, что я считаю только Пуркина, или я считаю только Есенина, или я считаю только Карбахова. Почему вы тогда Лермонтова не читаете? Ну, вопрос. Или Бестужева, Марлинского, например. Да, нельзя базироваться только на одной, на книгах только одного автора, на только одной литературной или, там, не знаю, образовательной традиции. Нужно быть, как их коронник, так или иначе. И, допустим, если мы говорим об Александре Сергеевиче Пуркине, с ним ведь тоже, иди все, иди всегда была одна Хашка. То, кого ныне находится русской поэзией, во временах своего бытия, в этом мире был никому не нужен. То есть, он не был Хвердор, он не был там. Классика были везде. И, возможно, тех, кого мы сейчас считаем, не знаю, там, проходными писателями, постигнет когда-нибудь лучше с Пуркина. Я не стану классиками, но мой прихот, не нужно ни из кого делать абсолюков. Будь то человек Александр Сергеевич Пуркин или методика образования советское учебное. Да, я могу сказать, что в определенных аспектах качество советского образования, оно действительно было в разы лучшей, чем современное российское образование. Но гигантский пласт этого образования советского, так называемого, это самообразование людей. Их чтение книг, их, не знаю, вот, например, приведу личный пример. У моего дедушки был очень кривой почерк. Вот. И ему надо было поступать и на разрез работать. И его моя бабушка учила, как правильно, красиво писать буквы. Сейчас не каждый человек в состоянии хранится своим почерком. Поэтому я бы скажу, не в волшебной программе дело. Тут играют роль приведенные факты. Каков будет мой ответ? Ну, я не знаю, по поводу советской. Понимаете, есть тоже вопросы к методикам обучить. Потому что я учился в специализированной школе с углубленным изучением языков. В принципе, я считаю, что она неплохо сохранила советскую методику образования. В том числе и в отношении точных наук. Но в советской методике, вот мне мой отец рассказывал, знаете, как это самое... Приходишь в ВУЗ, тебе говорят, забудьте всё то, что вы учили в школе. Приходишь на работу, говорят, забудьте всё то, что вы учили в ВУЗе. А тогда вопрос, зачем государство вкладывает деньги, чтобы люди забывали всё то, что они учили. Понимаете? Вот зачем мне, например, алгебра в жизни? Вот давайте так вспомним. Что мы помним школьного курса алгебры? А ведь на это деньги государство выделяло. Я помню учебник алгебра. Вот, да. Уже даже слова вы говорите трудно. Под конец эфира. В общем, много предметов, которые нам многим не пригодили для жизни. А вот, например, в Индии, вот такая... Там государство просто так деньги не тратит. Оно, если даёт ребёнку какие-то знания, оно сразу показывает ему пример. Вот правило такое. Вот эту гайку прикручиваешь так. Там нет абстрактного образования. Поэтому у этих людей большие сложности с абстрактным творческим мышлением, в отличие от русских, кстати сказать. Но у них есть чёткие практические знания. Вот он изучил в школе, и он знает чётко, как он эти знания может продать и заработать деньги для своей семьи. Потому что какой-нибудь там Рам или Кришна, ему нафиг не нужны эти абстрактные знания. Ему нужно идти и для своей матери зарабатывать на кусок хлеба. И он должен знать, что он где-то там просидев за партой, он чётко сможет прийти к работодателю, сказать, я умею делать то, то, то. Меня научили. И работодателю скажет, хорошо, вот давай это, за это будешь получать столько. А у Москвы, у ребят в России, люди с крахами, как дипломами, юрфака МГУ сидят в Макдаке, гамбургеры говоращивают, про гаюки люди. Или бегают курьером по Москве. Кажется, как раз бы человек получил диплом, как лично, получил базование, как его, я знаю, утром в УЗИ, с Лёной Барховкой, на руках в его университете, и дальше что. Как бы эти знания пригодились. Как бы, конечно, искренне подумать надо, но я сталкивался, что, например, те, кто поскупал со мной в один год, хотя его сговоренно, как бы, старый, из поскупающих, в один год поскупал, очень наивные представления имели о законах. И какое же наивное представление не имеет выходя из университета? Ну, это, в принципе, все программы. Ну да, я думаю, что на вопрос мы ответили. Да, здесь ещё один вопрос остался, просто небольшая такая реплика. Я думаю, что совсем уж упрощать, наверное, не стоит. И какие-то предметы, хотя бы с точки зрения знакомительной дисциплины, должны присутствовать в школе, чтобы человек мог иметь представление, обучаемый, мог иметь представление о том, что есть такие предметы, есть такие направления в науке. И чтобы он мог в дальнейшем выбрать себе какое-то из этих направлений, если у него есть тяга, если у него к этому стремление, и пойти, может быть, в специализированную школу или подготовиться где-то дополнительно и уже пойти в институт, чтобы стать каким-то великим учёным. Почему бы не так? Другое дело, что вот слишком углубляться в какие-то современные предметы, которые, как правильно здесь было сказано, в институте будут переучиваться, а на работе потом, а мне кажется, что, в общем-то, опять надо переучиться, они не нужны. Вот это неправильно. Здесь необходим какой-то стандарт жизненный, необходимых знаний, как это было, на мой взгляд, в общем-то, не так давно, лет 150, может быть, когда дети могли в уме считать достаточно большие такие примеры рассчитывать, большие числа, и всё нормально было, и при этом их грамотно писали и так далее. То есть подход необходимо менять к образованию, необходимо не натаскивать человека на ЕГЭ, а необходимо давать объём знаний, которые в жизни его бы делали разносторонним, и чтобы мозг разносторонне мыслил во все стороны, был более гибким, чтобы в случае необходимости он мог эти знания поднять, взять какой-то справочник, то есть обучение пользоваться жизнью, вот что должна быть школа. А дальше уже специализированные какие-то учреждения, институты, училища, техникумы, колледжи, как сейчас называют, они уже должны как-то углублять в каком-то направлении, то есть сделать профессионала в чём-то своём. Ну а работа дальше – это уже шлифовка, уже мастерство, повышение и так далее. А у нас сейчас получается вроде бы много-много-много, учебников много-много-много, а человек выходит такой счётной машинкой, которая сдала ЕГЭ и всё, и дальше забыл и не понимает, зачем эти знания в него загрузили. Вот это беда, конечно, современного образования. И естественно, что я не думаю, что только одним Пушкиным надо как-то себя ограничить, но если, к примеру, других книг не окажется под рукой, а будет полное сочинение Пушкина, я думаю, что человек как-то не очень много проиграет, он сможет многое что понять в этой жизни. То же самое, если не будет ничего другого, будет только полное сочинение Толстого. То есть какого-то из классиков, которые писали много понятным красивым языком и писали о тех вещах, которые необходимо человеку понимать в жизни, о которых необходимо ему задумываться. Вот если другого нет, то тогда, да, вот здесь я с Женей согласен, что Пушкин в этом случае прекрасно. Не будет Пушкина, будет Толстой, ну, замечательно, значит, Толстой подойдёт. Ну, а просто специально себя ограничивать, наверное, не стоит. Идём дальше. Елена, 777. Вопрос в эфир. Сейчас детей с первого класса учат читать на скорость, без вникания в смысл прочитанного. Вопрос, это делается специально? Ну, честно говоря, я бы попросил Лену привести конкретные методики, по которым учат этих детей. Вот ведь специально или не специально, это вопрос. Если бы просто ушек просчитал, сколько их родится, и всё. Так, я всегда своих племянников, я им надо устраиваю, какие маленькие деканцы. Я им даю прочитать, где сосредоточить литературное произведение, и потом пришло пересказать. Вот. Но мне лично вопрос непонятен. У каких методик их идёт криш? Если это методик искать на чтение, то она полезна. Пока мозг-человек использует эти методики, чтобы быстро вдихать в смысл произведения, с мозг его смысл запоминать, а если это непонятная рубрилка, то это, конечно, вред. Скажем так. Нужно понимать направленность методики, нужно знать фамилию автора данной, методичку, вы по ней хотя бы что-то иметь возможность говорить. А как сказать, весьма проблемно, что это врубование или вред. Да, я согласен, Саша. Однозначно не скажешь. Хорошо. Всё, это был последний вопрос, и мы можем переходить к заключительной части нашего сегодняшнего эфира, говорить какие-то прощальные, добрые слова, исходя из темы, должна ли литература воспитывать читателя. Кто из вас возьмёт на себя первенство в этом вопросе? Пожалуйста. Я скажу, что хотелось бы пожелать нашим слушателям быть внимательными и в каком-то смысле, наверное, как это сказать, непридирчивыми, наверное, взыскательными читателями. И которые критически могут подходить к тексту, потому что у нас, к сожалению, есть такое напечатано, это там, знаете, свято. Газета правда, всё, значит. Поэтому критический и рациональный подход к любому тексту. К любой информации в теле, радио и фильме. Да, в том числе и к нашим словам, разумеется. Ну, разумная критика, не просто там идите туда-то или туда-то, ну, как бы, да, а именно разумный, то есть разумный критический подход. Вот этого, конечно, хочется пожелать. Осознанности, стремления к самообразованию, к самовоспитанию, потому что никто за нас ничего не сделает. И только мы, как все, как вот, так сказать, общество наше, наше, которое населяет нашу большую страну, только мы сможем сделать её лучше или не сможем этого сделать, что будет, в принципе, достаточно трагично, на мой взгляд. Вот. Я всех благодарю за сегодняшний эфир. Спасибо. И до встречи. Вот. Вот. Ну, и что я хотел бы сказать. Ну, хотелось бы покрывать читателям отверстие, и даже в радиослушателям, в исполнении своего трагарского и воинского долга перед Родиной. Хотелось бы покрывать, чтобы наши радиослушатели, наши читатели могли извлекать их в них уроки, так или иначе, рейзинговые уроки, которые могли бы им пригодиться, могли понимать именно смысл написанного, и не было бы каких комендарий отзывов огонь, еще много букв не осилил, как пишется на экране. Всяки, будьте думчивы, диркитинговые уникалы, будьте критичны, будьте рахлумны, ведь именно разу проверующего века способность рахлумна анализировать те или иные явления, происходящие с нами в нашей жизни. Вот. На этом, наверное, на сегодня главным все. Я прощаюсь с хрехами радиослушателем, безвладим всего самого гоброго, и пусть всегда хребе пребудет светлое, пусть хребе всегда пребудет мудрость и храбое рахлумнение. Всего гоброго. Обрыв связи. Продолжаем разговор. На народном славянском радио неполадка устранена, которая возникла с моей стороны в электрической цепи. И мы можем заканчивать наш сегодняшний разговор, попрощавшись с нашими радиослушателями. Предоставляю микрофон для этого почетного действия. Ну, по крайней мере, я хотел бы пожелать нашим радиослушателям как бы пекать в себе возможности для критического мысления. То есть, если вы что-то там критикуете, то критикуйте это конструктивно. Не огурно. Для кого-то чтобы была у вас аргумбигация, и это не выглядело голословным навеком, не выглядело поклёбым на кого-то. Критикуйте конструктивно, читайте хорошие книги, развлекайте из них уроки, для кого-то чтобы было вам легче жить. Вот. Подбирайте книги себе по уму, и чтобы эти книги, самое главное, пригласили вам Польшу. Вот. И тогда вы всегда сможете пригласить Польшу к своей родине, своим родным и близким людям. это самое главное. И как бы оставайтесь и становитесь людьми. Пока можно выжить, может каждый, но не каждый может как жить, чтобы не было стыдно свою жизнь. И развлекайте уроки, учитесь ух карты, получайте младших в силу своих способностей. У меня всё. Благодарю. Очень добрые слова, хорошие. Николай Михайлович уже нас покинул, да? Да, он нас покинул, к сожалению. Ну, что ж, я думаю, что за себя и за того парня, как в песне спелось, Александр Владимирович высказался. Добрые, хорошие слова, я полностью присоединяюсь к ним. Если продолжить тему, так вот, да, мысль развить, можно, конечно, выжить подлецом, неучим, но при этом зачем нужна такая жизнь? Так что становитесь человеками, наследниками великомудрых предков, и тогда жизнь будет изменяться к лучшему, потому что каждый, кто в этой жизни стал немного лучше, он и эту жизнь тоже улучшит. Вот такая нехитрая у нас арифметика. Напоминаю, сегодня у нас 28 декабря 2016 года среда по одному современных календарей по одному из старинных 18 день месяца белого сияния покоя мира 7525 лета вторник. Мы говорили на тему должна ли литература воспитывать читателя. Авторы соведущие были Александр Владимирович Токунов и Николай Михайлович Захаров. Я прощаюсь с вами, друзья мои. Желаем вам наступающем новом году. Народное Славянское Радио Все нужно Все важно субтитры субтитры